Всем привет! Это Евгений Брян. В этом подкасте мы пообщались с молодым, но очень талантливым звукорежиссером Юрием Цибиным. Подкаст получился долгим, но очень интересным. Полную версию данного подкаста без цензуры вы можете посмотреть на Boosty, став моим подписчиком и оформив платную подписку, где в зависимости от уровня вам открывается доступ к эксклюзивным материалам. Если вам интересно то, что я делаю, и вы хотите поддержать меня, ссылка в описании. Приятного просмотра! Ну чё, Юр, привет! Добрый! Ты, как лучше тебя назвать, чтобы не обидеть, ну в плане твою профессию? Звукорежиссер. Звукорежиссер, потому что знаешь, это как чуваки подходят, которые не секут в этом игре. Ты на электронной гитаре играешь. Ааа! Ты такой, ну да, 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 типа того. Ну просто, я не знаю, может там, саунд-инженер, там... Да это всё, типа, фигня, нет. Владыка звука, император звуковых волн. Но это такие, которые уже хотят цену сбить за твои услуги. Я думаю, они будут вот примерно так рассказывать. Если бы это была профессия, знаешь, император звуковых волн, я бы действительно так назывался. Многие же по-разному понимают. Есть звукорежиссер, который вот стоит, условно говоря, на свадьбе, чувак с пультом, и включает музычку, там, на концерте выводит звук, либо звукорежиссер, который пишет в студиях, ну, типа, группы записывают. Ну да. Ты ещё и сведения делаешь, к чему ближе относишься. Ради себя занимаюсь студийной звукорежиссёровой. Записываю и свожу, как бы. Это мне нравится. Причём изначально в основном только свожу, но, как бы, записываю, потому что приходится, потому что зачастую чуваки, знаешь, типа, ну, короче, не все, в общем, справляются с этой задачей, как бы, поэтому приходится, типа, в том числе и записывать. Ну, потому что под себя ты, как бы, чётко знаешь, что ты хочешь, как бы, получить на миксе в итоге. И поэтому ты чётко знаешь, я поставлю микрофон туда, он мне сделает это. Всё. У тебя нет никаких проблем, нет никаких, там, недопониманий. И плюс ты конкретно контролируешь комнату, где ты записываешь, ну, про барабаны рассказываешь, да? Вот. И этим вот я, как бы, занимаюсь для себя. А деньги зарабатываю вот тоже на свадьбе стою, да? Понятно. Слушай, ну, а как ты время-то находишь на свадьбах? И вообще сейчас основная тема твоя такая, скажем так, работа и хобби в этой же сфере? На всяких свадьбах и мероприятиях, это в прокате и, там, в одном заведении, в котором я, там, условно, на постоянке работаю. Ну, это обычно, типа, у меня, там, какое-то количество выходов в неделю, и у меня это расписание, типа, составляется. Ну, там я могу, между ними, лавируют более-менее, там, составлять, чтобы мне удобно было. Вот. И уже, как бы, это как, ну, как, типа, за это тебе платят деньги, ты это должен сделать, все, типа. И вокруг этого уже, как бы, я могу, там, свои какие-то свободные штуки размещать. Ну, например, если группу надо записать, вот, им же тоже это определенно удобно, там, какое-то определенное время, то есть, не всегда они могут, там, приехать, типа, на запись. Вот. Тоже, как бы, с этим приходится иногда подгадывать. Вот. Ну, и, типа, понятно, по срокам тоже, но в целом, как бы, времени, короче, хватает на все, на самом деле. То есть, эти, типа, свадьбы, они занимают не так много времени, как это может показаться изначально. То есть, это занимает, там, в среднем, там, типа, два дня в неделю, например. Вот. Я, как бы, зарабатываю, там, какую-то сумму, которой мне хватает. И потом могу идти заниматься, там, типа, звукрежиссурой, где я могу, там, неделю в студии просидеть, там, ну, дома, там, у себя просидеть, что-то просводить, как бы, получить за это гораздо меньше, зато гораздо больше опыта, и гораздо мне это интереснее, как результат мне больше удовлетворить. Ну, все равно ты в этой же сфере, ну, то есть, ты далеко не уходишь. Да, 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 то, что ты был бы, там, не знаю, дворником, а тут, да, все равно, ручки-то привыкают к этому, и у тебя все равно практика идет. Опыт везде идет. Я знаю, я сейчас в школе... Не, в универе я себе, короче, поставил, типа, я в медицинском учился, я закончил, типа, всегда, врач. Да, я лечусь. Я, как бы, врач, да, залечиваю людей, потому что я врач. Теперь ты лечишь музыкант. Да, да, вот. Я, как бы, еще в универе понял, что врачом я не буду, вот, и я себе тогда... Ну, короче, так получилось, я поставил себе условие, то, что, блин, я, наверное, должен деньги зарабатывать только вот на, как бы, сфере, как связанной с музыкой, там, со звуком, вот. Я тогда еще не понял, зачем я это поставил себе такое условие, а потом я, короче, понял, зачем я его поставил. Это было офигенно правильное решение, в том плане то, что... Если бы я, там, работал врачом, например, и я бы говорил, да, это только работа, а вот, как бы, занимаюсь я, на самом деле, за курсурой, да, или, там, еще, там, кем-то, там, медприедом, там, форматом... Да, кем угодно, короче, если бы я работал на стороне, это было бы гораздо хуже, просто потому что, типа, ну... Это очень сильно отвлекает, как бы, от истории, то есть, когда ты полностью в звук погружен, ты приходишь здесь, с одной стороны звук рассматриваешь, здесь, с другой стороны звук рассматриваешь, это тоже звук, типа, все одно и то же, ты, в принципе, одни и те же действия выполняешь, по сути, просто, ну, для разных немножечко задач, вот, это, как бы, гораздо больше опыт дает, гораздо больше прирост, типа, производительности. Слушай, а как вообще, вот, эта тема к тебе пришла? Ну, то есть, условно говоря, я понимаю, как становятся, там, гитаристами, вокалистами, ты увидел, там, Курт Кобейн, рвет жилы, орет на фендере, его мочит, там, такая экспрессия, просто, ты такой, блин, хочу играть на гитаре, или, там, как Честер орет, там, вообще, ну, красавчик, весь в татухах, я не понимаю, как люди становятся, вот, именно, звукорежиссерами, там, знаешь, сводят, ну, нет же такого, там, стоит, чувак, и ты такой, в темноте, хотя, может быть, это так и было, типа, стоит, вот, под таким светом, сверху, под абажуром, чувак, крутит ручки, и Юра такой, ээ, вот, это мне нравится, я хочу быть, как он, вот, как к тебе пришло это, вот, вот, ты не зря включил, вот, эту вот историю, да, ну, типа, для меня это такая, немножко, трогательная личная история, как бы, как я их начал слушать, вот, но, почему-то, я не знаю, почему, короче, ну, я послушал, типа, да, понял, что это вообще балдёж, типа, это суперкруто, типа, оргазм просто, всё, я это услышал, и хочу услышать это ещё раз, ещё, ещё, потом, когда я впервые услышал Смэк Мэй Бичап, я его, я не знаю, на репитис только никогда ничего больше не слушал, типа, просто неделю у меня был только Смэк Мэй Бичап, всё, в жизни больше ничего не было, мне даже там одноклассник говорил, Юра, ну, нельзя же так, типа, нельзя же... Послушай Леонть его хотя бы немножечко, переключить. Ну, типа, да, ну, хотя бы другие треки, вроде же, послушай, говорю, нет, нет, смотри, сейчас всё, я не могу ничего. Вот, и, короче, я не знаю, мне почему-то сразу больше всего понравился из всех, типа, как бы, в этой группе именно Лем Хоулит, ну, потому что я посчитал там что-то, да, про них, есть там человек, который поёт, есть ещё человек, который поёт, а есть, типа, человек, который всю музыку сочиняет, как бы, и всё, и всё... И он-то и круче, на самом деле, всех. Да, да, я такой, типа, всё, типа, это, ну, это, как бы, мой кумир. Вот, и я что-то какое-то время ходил, думал, блин, как круто, типа, а потом я подумал, а чем я хуже, типа, такая наивная детская мысль, чем я хуже Лея Махоулит, да ничем, вот, да, это тоже музыку буду сидеть сочинять. Там же ещё много чего было про него написано, там, всяких сказок, несказок, типа, про то, что он там классической музыкой занимался, потом бросил, типа, потом у него в интервью спрашивают, а это правда, что классическая музыка занимается на такой, чего? А, это то, что мы писали, ну, забейте. Заканчивал, да, было дело, там, заканчивал школу искусств. Да, не, было, там, пару раз ходил, типа, на занятия по клавишам, что-то такое, там, короче, ограничено, ограничено с собой людям. Я подумал, чем я хуже, я тогда решил, то, что мне обязательно надо стать, я тогда решил, что это надо стать диджеем, типа, чтобы как бы, вот, на нас уделать. Ну, что, ты был маленький, мне был, малый лет, лет 11, либо 11, наверное, да. Короче, я решил, то, что мне тоже это надо этим всем заниматься, как-то, там, писать музыку. О, кстати, материться можно или нет? Можно, но так, чисто знаешь, как, да. Я просто сейчас... Перчинку такую, как вишенку на торте. Да, случайно, для украшения. Вот, да. Решил, то, что... Мне тоже надо что-то попробовать такое поделать, и начал, там, в школе какие-то свои демки писать. Вот, ну, и они, как бы, в школе понятны были, какого качества. То, что они у меня сейчас... Некоторые еще даже, там, какие-то поздние сохранились где-то, но я их никому не показываю, потому что, ну, это... Это вы о чем-то писал тогда? Слушай, я тогда это все скачал Ableton Live, почему-то. Короче, у меня попался видос по обучению именно на Ableton, так у меня совпало в жизни. И я его скачал, и решил, и начал обучаться на нем. На Торен? Торен? Конечно, ну, конечно, где еще. А в школьник, ну, я бы полтос тогда не взял, ну, и сколько он тогда стоил. Ну, вот, и на обедах такое не сэкономишь. Вот, и, короче... Это надо чужие обеды отбирать, еще деньги за чужие обеды. Да-да-да-да, это надо уже сразу в школу для политиков уйти и так далее. Что-то я, короче, скачал, стал всем этим заниматься. Понятно, там, все получалось там плохо, но потом, типа, стало получаться чуть лучше, потом еще чуть лучше, потом еще чуть лучше. Вот, и, короче, я все пытался еще там группу собрать, все как-то не получалось. Вот, и потом что-то меня осенило вдруг внезапно еще... Вот, я уже в универе был к тому моменту, к сожалению. Я уже был в курсе, наверное, на первом, типа, или в одиннадцатом классе как раз. Вот, типа, блин, надо же стать звукорежиссером. А я вообще не знал то, что на звукорежиссера у нас где-то учат. Я не знал, что это профессия есть официальная, типа, то, что можно устроить. Я думал, что это... Я там еще и обучал. Да, типа, для меня это шок был. Для меня одноклассник тоже подходит и говорит, я вот не знаю, куда поступить, может поступить на звукорежиссера. За месяц до ЕГЭ я такой, смысл? Ну, типа, знаешь, на звукорежиссеру. Ты такой, типа, чип, да. Ты прямо в точку, да? Ты мне сейчас мир перевернул, типа, оказывается, это есть, вот. Ну, уже было поздно, я уже там поступил в мед. И, короче, я что-то меня перемкнуло, то, что, блин, ну, вроде какая-то прикольная специальность. Во-первых, я могу понять больше и как демки свои дописывать. Потому что одна из проблем, которая меня сильно напрягала, это то, что, ну, как бы, крутишь какой-то симп накручиваешь, он звучит не круто. И, короче, что же, какую волшебную кнопку надо нажать, чтобы он звучал круто. Вот. Где же эта волшебная кнопка? Вот, я хотел ее найти. Вот. И в ее поисках, как бы, вот я решил окунуться немножко в звукорежиссеру. И, ну, в общем, как-то вот так и получилось, то, что у меня-то стало это потихонечку даже получаться как-то. И потом на всяких универских мероприятиях тоже я что-то там, ну, у нас была там всякая самодеятельность. Вот. Я там немножечко инициативу стал проявлять в том плане, что, типа, блин, а давайте я вот за пультом посижу. Я вроде это умею лучше всех, типа, из нас собравшихся. Давайте я посижу. Вот. Ну, и как-то и сидел. И что-то тоже там получалось. Ну, какие-то там знания мелкие там приобретал. Вот. А потом у нас было мероприятие в театре. Вообще там был период, когда я просто по всему универу бегал, все подключал им. Там дошло... Юра знает. Компьютер Юра подключит. Не, не компьютер. Везде, где есть провода, где какие-то ручки, крутилки, все, что связано со звуком, Юра сделает. Не совсем так, но именно вот со звуком, да, типа, вот всегда вот где-то надо поставить колонку и микрофон. Я к тому, что, как знаешь, мой знакомый сын, он компьютерщик. Да, да, да. Он все сделает. Типа того. А там был, короче, отдел, который должен был этим заниматься. Но нафига им этим заниматься, если есть какой-то бравый студент, который может, типа, да, побежать и сделать. Типа, конечно, ему отправить. И как бы и нам делать ничего не надо, и он там, типа, что-то получит удовольствие. Вот. Мне даже универ там какие-то премии периодически выписывал за это. Ну, там, небольшие, раз в полгода, но все равно было очень приятно. Вот. А потом у нас случилось мероприятие тоже самодеятельности в театре Летидеи. И там их, причем, было несколько штук. Ну, там целый сезон, там, что-то, пяти, по-моему, было. Вот. И я после этих пяти мероприятий, я тоже их все отстоял, типа, за пультом. И после этого я подошел к летидейским, типа, местным техникам. Вот. Довольно, ну, как бы, очень классные ребята. Типа, я до этого очень боялся вообще кому-то подходить. Думал, сейчас меня все будут пинать, как собаку просто. Типа, я к ним подойду, спрошу, работа есть? Я не скажу, фу, иди отсюда. Нет, как ты нам не нужен вообще. Как ты посмел с нами заговорить. Вот. А там, ну, такая девочка была, Маша. Ну, как бы, есть до сих пор. Ну, правда, уже не в театре. И она такая, да, есть, типа, вот как раз есть мелкий театр, иди туда, работай. Вот, пристроила меня туда. Вот. Я, как бы, очень благодарен за это. Помню, люблю. То есть, связи они все-таки работают. Ой, да очень как работают. Потом, ну, как бы, потом еще, там, с работой, там, в заведении тоже, как получилось, тоже забавно. Ну, в плане, то, что пришел в прокат. То есть, работы не было вообще. Пришел в прокат. Работа какая-то появилась в прокате. И один коллега тоже в прокате говорит, о, слушай, а вот есть еще работа вот там. Пошли туда работать. Все, то есть. И сразу, как-то, вот из ничего получилось, как бы, дофига всего. Ну, как бы, направляясь все равно, да, смотри, если находится человек, который видит, да, что чувак вроде горит этим. И раз помогает, и человек, который горит, он работает вдвойне лучше. И вот как ты это знаешь, вот все-таки тебе помогает идти к своей цели потихоньку. Ну, вопрос, скорее, не в том, что, типа, другие видят, что ты горишь, там, или не горишь, потому что другие, скорее, видят, что ты выполняешь свою работу, как бы. И если ты ошибаешься, то ты... Это бывает и даже важнее. Да, да. Ну, просто есть люди, которым пофиг, и они не выполняют свою работу. Вот как в театре, вот в этом мелком. Вот я пришел туда, там был чел. Он закончил кит, универ, по специальности звукоречисура, а я был, по сути, мальчиком с улицы, который ничего толком не знал. Ну, то есть, реально, у меня там знаний было очень мало. Я, типа, очень сырой на тот момент еще был. Ему было очень пофиг на, там, свои обязанности. Он, при всех своих возможностях, там, получить где-то знания, он, как бы, ну, творил такую дичь лютую, там, знаешь, из разряда, то, что они приезжают на какую-то, там, платную, там, мероприятие, где-нибудь, там, деньги платят на корпорат. Вот. И он забыл один провод соблюдать. А этот провод, знаешь, вот, типа, вот комп подключить. Самый важный. Да. Ты мог забыть все. Да. Но не это. Все это мог забыть, они бы оказались хотя бы здесь. А этот, ну, он не оказывается просто так, ну, зачастую, как бы. Он довольно, как бы, не так часто встречается, как хотелось. Не джек-джек, да? Да, да. Я бы даже сказал, не XLR. Типа, XLR ты вообще где угодно найдешь, как бы. А вот там с 3,5 на что-нибудь, ты вот уже такой, а-а-а-а. Это всегда, типа, самая проблема. Вот. И он этого не взял. Что он в итоге взял? Он взял, вместо того, чтобы там что-то придумать, не знаю, там, где пойти спросить у кого-нибудь, там, позвонить кому-нибудь, что привезли, там, хотя бы. Он, короче, еще поставил телефон. Вот так вот, клашил его. Достал музыку, которую там надо, типа, запустить. И взял микрофончик, чип, и все заработало. Мне потом это рассказывали. Блин, дебил какой. Я говорю, ну... Так он зато вышел из ситуации. Да, он вышел из ситуации. И никто не понял, но басов маловато. Вышел из ситуации, но он из театра вышел. Ну, не после этого, как бы, но... Вот. Мы там с ним проработали какое-то время параллельно, но это было дня три, наверное. Вот. И все. И он, типа, как бы, убежал. Ну, там тоже целая история была, не буду рассказывать. Она уже такая подробность немножко грязная. Да. Не надо грязи. Да. Вот. Ну, короче, вот. И все. Я, типа, остался в этом мелком театре работать. Проработал там какое-то время. Причем поначалу у меня тоже мало чего получалось. Ну, в плане то, что, типа, есть вот какие-то задачи, я там с ними еле-еле там справляюсь. А потом я что-то как-то набил руку. Вот. И как у меня пошло, я что-то начал там уже баловаться, типа. А если я сейчас вот это вот так вот включу? Ммм, заработал. Классно. Слушай, мне кажется, вот такая фишка, я вот думал об этом, что когда ты балуешься, иногда что-то прикольное получается. Есть даже, ну, такая тема, что есть люди, которые учатся профессионально, есть люди, которые не знают этого, а сами находят. И то есть, когда ты профессиональный, ты уже знаешь, как это работает, ты, в принципе, туда лезть не будешь, потому что это не подойдет, это не подойдет. Но когда ты этого не понимаешь, когда ты сам доходишь, у тебя получаются какие-то креативные вещи, ты сам это потому что находишь. Да, тебе бывает сложнее, у тебя больше кисяков, да, это согласный, ты и путь это дольше проходишь, но тебе интереснее, ты находишь эти прикольные моменты, потому что не зря там много и музыкантов, я думаю, в других сферах, которые не имеют музыкального образования, но тем не менее они и такие вещи делают прикольнее. Чувак с музыкальным образованием скажет, нет, так делать нельзя, ты ломаешь ритм, нет, так не делается, здесь так не делается. Ты даже знаешь, это с той точки зрения, типа, это не всегда, ну, как бы иногда это вот так вот работает, иногда это работает так, что ты типа что-то накосячил жестко, и ты как бы запомнил, ну вот, спинным мозгом, то, что так делать не надо. Ты забыл ньют нажать и в одну пробу, ты такой, не, 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 все, я так больше делать не хочу. Мне это не понравилось. Вот, давай последняя история с концертом, да, я думаю, я заполнил спинным мозгом. Да, да, типа, все, больше я так делать не хочу, вот это вот, вот все, все оглохли, все сказали, спасибо, спасибо, молодец, очень хорошо, давай еще. Очень хорошо, очень понравилось. Ты какой-то спецэффект был, да? Да, да. Ты предупреждай нас за ранее. Ты там ничего не жег, да, ну, повезло, да. Вот, и все, и, короче, так больше не делаешь. Ну, и как-то вот, ну, и на таких вот, а те, которые вот именно, ну, хотя, за другой стороны, что мне то судить, но, не знаю, мне кажется, типа, есть, вот я в универе, например, учился, и мне там говорили, ты вот этого вот не делай никогда. Вот, и я такой, ну, ладно, все, не буду делать. А почему я это не делаю? Ну, ну, фига его знаю, да, объяснили. Да, вроде рассказали, да, получится не круто, типа, ну, насколько не круто получится, а вот непонятно, да, ну, то есть на своей шкуре прочувствуйте меня. Так, к универу, я немножко потерял мысль, ты в итоге учишься на звукорежиссера? Не-не-не, все, я нет, я не учусь. Не пошел ты по этой теме. Да, короче. Предложение друга. Я пытался, я пытался перейти из медицинского в профильный, но что-то, короче, там, ну, логично, наверное, почему у меня не получилось, да. Потому что, как бы, медицинский, да, ты там изучаешь людей, там, кишки, кровь, типа, все дела, и на звукорежиссера. Тебе надо на клавишу выбрать, учить. В принципе, да, я со скальпелем работал. Да, да, да. Понимаю, понимаю. Типа, вот, и как-то, в общем, мне сказали, сколько мне надо будет экзаменов сдать, чтобы перейти на первый курс, я такой сказал, да, очень хорошо, я дальше не буду. Вот, и все, как-то замялась эта тема. Ну, плюс еще, типа, специальность у нас в стране, в принципе, такая, что очень много людей, которые без образования и вполне себе живут, и вполне себе успешны. Вот, просто потому, что... Я думаю, вот таких больше половины. Блин, ну, я думаю, тут все и так понятно. Вообще, вот, ты спрашивал, как звукрышем, и получается, есть еще один популярный ответ, очень короткий. Я тебе рассказал свою историю, как у меня это получилось. Есть очень короткий ответ, который, в принципе, под меня тоже подходит. Вот человек хочет стать музыкантом, но на музыкальном инструменте играть лень. Ну, просто это вот сидеть, учиться, типа, да, вот это вот три недели ты учишься играть, нажимать ноту до, ну, это скучно вообще. И ты такой, блин, не хочу вот на это время тратить. Хочу просто с музыкой быть связанным. Ну, это звукрышем или световик. Сразу тебе, кстати, нормально. Ну, либо потихоньку туда прийти. Да, да, да. Посмотреть сначала я там световик, потом ближе-ближе. Да, ну, световик это вообще отдельно. Потом я техник, потом я настраиваю гитару. Сначала техник, да, а потом потихонечку. Потом я настраиваю ребятам гитары в турне, а потом случайно начинает болеть гитарист. Чисто случайно ломает ногу. И тут, я-то знаю все песни. О, вот. Я их уже выучил. Добро пореловать. Да, тут я заменяю, да, это? Да, да. Ну, вот типа того, на самом деле. Слушай, ну, давай поговорим по твоим победам. Я наткнулся там, смотрел видео. Какое-то мероприятие было Sound Check. Ага. Если вы правильно понимаете, что за тема такая? На скорость нужно свести какой-то трек рандомный? Или что это вообще было? Короче, есть чел, такой, как бы, заименитый в звукорежиссёрских кругах, Губатов. Он там, например, сейчас, на данный момент является там, концертным звукорежиссёром Нилета. Вот. Но это типа не ограничивает его деятельность, если что. Ну, понятно. Что предложили, то работает, условно. Блин, что-то я как-то жёстко, наверное, сказал. Ну, слушай, ну, это в любом случае уровень. Да, да. Ну, я имею в виду, да, вот, ты правильно сказал, да. Мы здесь о вкусах не говорим. Да, да. Вот просто уровень, который предоставляется человеку. Чувак такой, что ему предлагают с Нилета поработать. Вот как бы, вот Губатов как бы. Вот у него борода, кстати, крутая. Ну, вот он, все с бородой себе нормально. Вне зависимости от профессии. Видишь, человек с бородой, всё нормально. Да, да, да. Она вырастет, ты просто очень молод. Да. На батю смотрю точно вырастет. Нет, это тень. И, короче, он такой довольно деятельный. У него есть много, как бы, разных вещей, которые он старается делать для специальности. Вот. И одна из них, это вот как раз это soundcheck party. Обычно он их проводят в Москве. Ну, потому что он сам из Москвы. И смысл в том, что ребята приходят, как бы, ну, он обозначает, типа, вот здесь вот это вот будет. Туда приходят тебе там желающие, им ставится пульт микшерный и дается мультитрек. Ну, то есть записан по канально, как бы, целиком, какая-то песня, например. И все это играет. Ты это слушаешь на колонках, либо там, ну, в зависимости от условий, короче. И тебе надо это свести. Дается, типа, какое-то время. Какая ситуация тут они, какую ситуацию моделируют? То, что фестиваль, время прочекаться очень ограничено. А прочекаться надо. Вот. И ты чекаешься там, условно, там за полчаса. Понятно, что ты там все сделать не успеваешь. Но что-то ты успеваешь. И вот что ты успел, как бы, то ты потом... Такой звук ты и вывел, с таким звуком и будет играть. Да, с таким звуком и будет играть. Да, и потом вот это время заканчивается, и все. У тебя, как бы, отчет, условно. То есть, микс играет, ты можешь какие-то корректировки еще по ходу делать, то есть, это не возбраняется. То есть, можешь до конца довести до готовности трек, только к концу трека, типа, никто тебе не запрещает этого сделать. Но, соответственно, это оцениваться уже будет по-другому. Потом, ну, жюри сидят, оценивают, как бы, у кого поприкольнее получилось это сделать. Ну, кто оценивает, кто. Там тоже люди, по которым испытываешь трек. Да, 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 да. Ну, вот, например, у нас это... Вот я всех, к сожалению, не знаю, кто там был. Точно знаю, ну, как раз Губатов сам был. Был еще Борода, это звукористер Морзе. Ну, короче, уже неплохой список. А был кто-то, как знаешь, ну, вот это по ТНТ там шла история, по-моему, то ли танцы со звездами, ну, либо другой проект, когда там сажают два чувака, которые в теме, да, понимают, что оценят. И один просто случайный зритель, который, вот, я случайный зритель, слышу, мне кайфово. Но я не понимаю, что вы там крутили, там, какие децибелы, я не шаг. Нет, этого не было. Слушай, а этого, на самом деле, смысла в этом не так много, просто потому что, если посадить рандомный, вот он очень много... Все классно. Да, типа, будет говорить там, типа, это хорошо, это хорошо. Только потому что, только потому что трек был классный. Да, например, например, да. Вот. Ну, просто потому что зачастую там, как бы, не так сильно отличаются. Вот. Ну, и, в общем, вот, и впервые, как бы, эту историю проводилась в Питере, это проводилась в космонавте в клубе. Во-первых, было круто сам космонавт пощупать, как бы, ну, почему? Всегда хочется, как бы, вот, эту вот большую акустику, типа, посмотреть, что там можно сделать интересного. Я туда пошел, туда вход платный был, и я что-то выходил с таким настроением, типа, да пофигу, вообще, приду посмотрю, типа, что я такой, типа, вот. И потом что-то иду и думаю, блин, да что я за это, за за вход-то деньги заплатил уже, надо, наверное, короче, попробовать, почему бы нет. Вот. И попробовал. И что-то, короче, я тоже, ну, там, как всегда, знаешь, вот это вот сводишь, и, типа, слышишь только проблемы. Вот, например, на концерте, там, типа, работаешь, и, типа, блин, это не так, то не так, все, типа, все не нравится, короче. А потом, там, типа, смотришь запись, блин, да нормально будет, в принципе, нормально, уже отвлеченным взглядом. Да, пойдет, типа, ну, в «Ласточке», например, да, вот это вот, то, что бибом в «Ласточке» было. Ну, я в «Ласточке» настолько дискомфорт испытывал, если честно, ну, в плане, знаешь, типа, блин, как вот это вот, типа, как я это допустил, типа, это ужасно, типа, ну, нельзя же так делать. Вот, а потом, как бы, вот, и что-то вроде и нормально. Нормально, нормально качало. Да, то есть, это уже качало очень круто для «Ласточки», по-моему, для такого клуба, ну, и для размеров, и, в принципе, я думаю, прям вообще нормально было. Спасибо, спасибо. Вот, этот, и... Ну, так и что, в итоге, ты сводишь трек? Да, сводишь трек, у нас, причем, было 15 минут. Да, а причем, учитывая, знаешь, мой опыт за группой «Бибон», например, как мы ездили там на какой-нибудь «Урон Ньюзик Найт», вот у нас как раз перед этим был год пробежек по вот этим вот фестам с минимальными чеками. Поэтому, когда нам сказали... Да, 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 типа того, у вас есть 15 минут на чек. Я такой, господи, как много времени. Что-то, в общем, накопилось у меня как раз опыта, что за 15 минут чекаться, потому что реально на «Урон Ньюзик Найт» было именно 15 минут, а это было... Причем на «Урон Ньюзик Найт» это было 15 минут, и были три песни, которые разные совсем. То есть, первая песня, где «Марс» один на гитаре играет, вторая песня, где там они... Это была, по-моему, СССР, третья песня это была «Запала». Ну, то есть, как бы... Ладно, СССР «Запала» там еще можно как бы сравнивать, но вот первая, которую «Марс» пел на гитаре, я ее, если честно, отстраивал вот пока он пел. И немножечко готовился еще к тому, что будет дальше. Вот. Ну и тут как бы вот тоже за 15 минут я что-то отсводил. Естественно, пока я это сводил, услышал сам у себя там кучу косяков, просто, типа, как это вообще можно было сделать, тоже не понимал, типа, вокал мне как звучал вообще не нравилось, там, все, короче, типа, все плохо, все ужасно. Меня немножко впечатлил просто этот момент, который я дальше опишу. Это может показаться то, что я там ЧСВ-шник какой-то или еще что-то, меня просто это впечатлило. Короче, я закончил, вот, и еще до того, как вот этот финальный проигрыш должен быть, вот, который непосредственно как прослушивание, типа, сам фестиваль, вот, и все уже такие, типа, я такой стою, думаю, так странно. А, то есть обычно, как бы, да, да, обычно, то есть, как бы человек заканчивает финальный проигрыш, и все такие, да, 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 типа, молодец, иди дальше. Вот, и тут, типа, и Губатов такой, да ладно, что вы, типа, еще рано, еще не закончил, типа, у него еще финальный, типа, проигрыш. Да, вот, пускай, типа, еще не обострется. Вот, я, короче, типа, все сделал, все, песню отыграл, и я там все, что хотел, там, подделал, подредактировал, все хорошо. Опять аплодисменты, и я, как бы, выхожу из-за пульта, и тишина. Знаешь, просто все молчат вот так вот, стоят, смотрят, типа, я стою, думаю, что они так делают-то, типа, очень странно, типа, знаешь, когда ты отработал, типа, обычно там все какие-то, там, отвлечены были, типа, или там куда-то, там, разговаривали, а тут все стоят, смотрят, знаешь, внимательно, типа, знаешь, вот так, я думаю, блин, ты, типа, и меня, короче, там, чел один из проката, мы его там, почти весь мой прокат был, да, был чел, Юра Арутюнов, он меня отводит, твой Сафор, да, 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 он отводит, типа, говорит, блин, вообще круто, типа, ты победишь, наверное. Я ему говорю, да нет, нет, что ты, не надо, типа, блин, у тебя вообще, типа, пока, типа, лучше было из того, что я слушал, я такой, да ладно, я говорю, типа, что тут успокойся, ты, типа, ты куда, Юра, типа, хватит, перестань, вот, и, короче, ну и все, и дальше, типа, долго-долго, вот они там, ну, решали, ну, не решали именно этот, все остальные, типа, тоже каждому по 15 минут, 10 человек уже, уже дофига, уже 2 часа, потом еще там лекция была, вот, и в итоге стали они уже, как бы, жюри слушать именно, ну, просто вот сами записанные миксы, типа, непредвзятым ухом, и в конце оказывается, то, что 2 миксы набирают 21 балл, и это, как бы, ну, больше всех, типа, не всех, вот, их сравнивают АБ, ну, то есть, типа, слушают один, слушают второй, вот, и я уже, как бы, полностью отпустил, я выбрал себя какой-то там самый плохой, типа, который мне меньше, не плохой, именно, который мне меньше всего понравился, типа, микс, да, какой-то, ну, где там проблемы какие-то услышал, вот, и думаю, это мой, это 100%, вот это вот я на конце, я помню, что вокал был не очень, вот это вот оно, типа, ну, в кого есть, кого я обманываю, я уже спокойно такой сижу, вот, еще-то рядом с жюри, там стою, вот, они слушают, ну, и там сразу слышно, какой лучше, типа, вот, я такой, ну, тут, очевидно, вот, и жюри, да, все понятно, типа, вот, и они такие, так, и кто же это был, это был, типа, Юра, тебе не откуда, ну, короче, я немножко испытал шок, но после этого, вот, единственное, что, был еще один, оказывается, третий микс, который набрал 21 балл, еще один Юра был, был третий еще микс, который набрал тоже 21 балл, типа, то есть, мы были, по сути, три финалиста, и надо было, вот, еще и с ним сравнивать, но, как бы, уже так, как победу мне отдали, типа, чтобы, вот, там, типа, обламывать меня, например, да, Батв сказал, ладно, придумал какой-нибудь решительный приз. Так, это мы вырежем? Да, да, да. Юра безоговорочно победил. Так, что дали? Что подарили? Слушай, дали, короче, программу смарт, программу для расчета, ну, для расчета, короче, в общем, ставишь микрофон, у тебя есть колонка, тебе надо сделать так, чтобы она в этом помещении звучала хорошо, типа, ты ставишь микрофон, запускаешь сигнал с этого микрофона в смарт, и он тебе показывает, какие у тебя там задержки, какие у тебя там по эквализации, типа, проблемы и так далее, то есть, это довольно точный, как бы, ну, в плане именно программы, как бы, довольно хорошая. Ну, то есть, это для, я правильно понимаю, для концертов? Да, 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 да. Что ты вышел, отстраиваешь, сразу понял, где у тебя там твои тысячи? Ну, типа, для системных инженеров, короче, типа, то есть, вот тебе надо сделать, у тебя колонки, типа, поставлены, пойми как, тебе надо сделать, чтобы они хорошо зазвучали. Вот, типа, смарт тебе очень сильно в этом поможет, чем все это на ухо делать, ну, понятно, на ухо это сложно. Вот, а тут у тебя, как бы, есть точные инструменты анализа, ты хотя бы четко понимаешь, там, какие-то цифры, которые нужно понимать, типа, важные. Я сначала попросил немножко отложить, как бы, мне вручение этого приза, потому что я собирался купить этот новый МАК себе, как раз. А, чтобы на него поставить. Да, чтобы у меня лицензии там не слетали лишний раз туда-сюда, вот это, в общем. Я, как бы, попросил, говорю, можно мне попозже выручить? Мне говорят, да, без проблем. И забыли. Не то, что забыли. Я потом, как бы, писал, типа, давайте, типа, вручайте. Вот, ну, в общем, короче, эту тему тянули, тянули и дотянули вот до сегодняшнего дня. А сегодня, с марта эта программа не русская, поэтому сегодня есть некоторые проблемы с тем, чтобы её вручить мне. Вот, поэтому, в общем, я сижу, всё ещё, короче, жду. Вот, ну, я дождусь. Это был, это и был подарок? Или там ещё была какая-то история, типа? Да, это был подарок. Это и был подарок. Ну, программу 40 тысяч, что ли? Неплохой подарок, знаешь? Ну, да. Стоила 40 тысяч, это, типа, да, это ещё. Золотой человек. Ну, сейчас, короче, там, люди с слюнкой пошла, да, вот таких ребят, которые тоже только начинают что-то делать в этой сфере. Человек, я, короче, знаешь, я просто, я, типа, честно могу сказать, я был уверен, что я проиграю просто потому, что, когда огласили то, что будет наградой смарт, а я, как бы, ну, к системной инженерии не так, как бы, весело отношусь, как, там, группу отстроить. То есть, типа, к систему свести, ну, типа, блин, ну, я этим не особо, короче, занимаюсь. Мне это не так интересно просто. Мне, то есть, как бы, интересно именно, чтобы вот музыка, классная музыка, классно звучала. Вот, как бы, моя задача по жизни, типа, вот всё. Мне даёшь, типа, вот, как бы, вот это вот. Слушай, это, может быть, нужен тебе какой-то слоган на какой-то сайт, типа, чем ты занимаешься, вот, чтобы классная музыка, классно звучала. Всё, вот, вот я за этим. Или как, да, вот это? Может быть. Цитатку вырежем, всё, больше чем, чтобы всем понятно было, чем объяснять, я там, что-то свожу, я там, что-то делаю, я там, компрессирую, что-то там, никто ничего не понимает, что ты там делаешь. Я что-то забыл, не подумал об этом. У большинства людей, когда они видят пульт, они просто, ооо, сколько крутило, что здесь, куда, где мой ползунок, вот это прибавить, там. Поэтому, какая фишка. Слушай, ну, какие-то предложения-то тебе пошли после этого, типа, увидели, сказали, ну, неплохой чувачок, шарик. Да, нифига, 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 нифига. Нет, только премирование на работе. Ааа, ничего красного. Так это надо, может быть, делать, чтобы был не только вот этот состав судей именитых с бородами, с кудрявыми, может, там бы ещё и люди были, но это бы как шоу. Тогда бы по прикольному было. Да, вот если бы это было именно вот в этом формате, то да. Либо, знаешь, сделать, как вот эти истории есть, когда музыканты собираются, вот эти конференции. Да-да-да-да, шоу-кейсы всякие, ну, тоже, смотри, типа, шоу-кейсы, если это делать, да, как бы для музыкантов, ну, они же задолбятся сидеть, слушать, типа, это всё. Даже результаты, типа, ну, вот 15 раз послушать один и тот же микс, типа, в разных, типа, вариациях, по-разному немножко он звучит, ну, это неинтересно. Это никому не нужно. Поэтому, Гватов, например, сам это обозначает очень чётко, типа, тут у нас звукорежиссёрская качалка, нету никакого, как бы, никакого телеобучения, продвижения или чё-то такое, чё-то другое. Просто меряемся мускулями, ребята, меряемся пищенами, короче, кто круче, тот круче, всё, никаких компромиссов. И в этом плане это вообще, по-моему, идеально, типа, ещё спиритизм, типа, по-моему, супер. То есть ты, как бы, типа, такой, а, смотрите, я умею, типа, чё-то ещё и присти за это будет, ну, вообще супер. Я остался очень доволен, как бы, от всего этого. Слушай, ну, давай тогда перейдём к твоим регалиям, к твоим наградам, то, что ты вообще делаешь, ну, конечно, первое, это, наверное, будет Бибон. Ну, конечно. Самые твои чуваки-чуваки, с которыми ты постоянно, которых ты записываешь, которых ты отстраиваешь на концерте. Ты, получается, как, с первого альбома или... Да, с первого. Первый альбом, потом, что царь ведёт самолёт, и сейчас будет третий, да, скоро? Да, да. Проанонсируем, пока только синглы. Это сингл... О, да, и всё. А, всё, пока ничего. Ждём ещё. Да, 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 есть. Ждём, ждём этот клип, ждём этот сингл, уже многострадальный, люди на концерте его уже оценили. Слова бесхитростные, все подпевают. Да. Техни несложный, недолго его ухитить. Слушай, ну, давай тогда сразу пробежим, кого ты ещё делал? Так, стой, подожди, давай... Может, ты даже, если скажешь, кто получился, кто не получился... Смотри, перед тем, как мы перейдём к группам, с которыми работаю... Надеюсь, это не кокаин в пакетике. Надо было, наоборот, надеяться, что это кокаин. Короче, я, в общем, ещё до определённых некоторых событий, я просто это, типа, сделал, но, в общем, потом произошло в мире кое-что, что меня немножко расстроило. Вот, я поэтому, как бы, что-то должен был об этом, вроде, кому-то сказать, написать, типа, да. Но я, короче, нифига не написал, не сказал. Держу этот секрет, и вот до этого момента. Короче, мне Ульяна, Ткач, подарила, нарисовала такую вот картиночку, как бы, куда её показать? Да, юрец на звуке. Да, такую вот картиночку прикольную, как бы, на день рождения, на один. Мы это потом сфоткаем, покажем. Да, вот. Я что-то, короче, подумал, сделал себе стикеры такие классные. Так что, вот, дарю тебе, как бы, такой стикер. А, нормально, приклеим. Да, вот, и, как бы, у меня ещё есть, могу ещё дать. Ну, это я понял, ну, там ссылочка есть. Да. Я тебе про другое. Ребята, которых ты свёл. Хорошо, чтобы кто-то мог зайти, посмотреть, послушать, что ты делаешь, типа, юрец. Вообще, мало, если честно, мало, мало. Давай, ну, кого спонсишь. Идите сюда, идите ко мне и работайте со мной, я молодец. Вот, этот, короче, вот, прям сейчас работаю активно с чуваками, которые Крик Наташки, называется. Крик Наташечки. Это, короче, ну, они, типа, тоже панк-рок, наверное, называется. Я просто не очень люблю вот это. Ну, ты просто тогда перечисли, потому что ребята, возможно, скажут, что это не панк-рок. Знаешь, какие музыканты, в каком стиле вы играете? Да, да, да. Я в поп, метал, индастриал, блэк. Да. Ну, как бы, у них и метальные темы есть. В общем, короче, у них там всё подряд. Так, ещё кто? Слушай, ещё вот тоже постоянно работаю с девочкой Эльвира. Вот, и она прям очень круто вот именно клавишную, как бы, историю. Типа, она, ну, на фортепиано занимается. Ну, и играет, и, в принципе, как она это делает, так, что, типа, там, уже второй год подряд выигрывает конкурсы международные. Такие довольно классные занимают, там, как бы, в прошлом году наценила, по-моему, второе место, в этом году уже первое. То есть, это инструментал? Да, это чисто инструментал, то есть, она вот просто, ну, по сути, там, как бы, тоже моей работы, на самом деле, не так, чтобы прям много, как бы, вот, я её прям записываю. Но, получается, да, большое удовольствие, на самом деле, от того, что, как бы, получается с такими работать. Ну, то есть, довольно интересно, особенно на контрасте, как бы, это всё принимает. Вот. Ещё есть Джоб Фиш, по-моему, называется. Вот, я ему прям делаю полное продюсирование. Вот, он там занимается... Короче, он мне пришёл, сказал, хочу, как у Турбин Туриста. Вот, я сказал. Всё, все сделаем. Сделаем, да. Да, это можно. А ты вообще слушаешь, вот, когда, ну, люди говорят, тебе референс какой-то. Ну, типа, я говорю, хочу там, как Green Day, ты такой, я сделаю вам Green Day, Green Day я сделаю, как я хочу. Я сделаю, как Леонтьев. Нет, ещё, вообще, референс это прям очень... Они тебе помогают? Лучше прислушиваться. Помогают. Не просто у тебя есть, вот, блин, всё, вот, хочу вот так вот. А ты вот начинаешь вот именно слушать и какие-то детали подмечать, да, в этих референсах. То есть, типа, вот здесь мне, например, нравится, как бас звучит. Очень плотно, очень собрано, очень приятно. Хочу, чтобы у меня звучал так же. И поэтому, как бы, к трекам, к которым там референсы думаешь одни, а у них, оказывается, референсы совершенно другие, как бы, а потому что ты в каждом из них какую-то маленькую деталь подмечаешь. Вот это нормальная тема, потому что обычно говорят, ну, ты знаешь, какие там гитары, какое там оборудование, но есть же определённый смысл, даже там с расстановкой микрофонов, да, там. Как он стоит к кабинету, понятно, что там модель может быть разная, но сам смысл установки и понимания, как должно быть ближе дальше, да, в микс. Да даже не только это, это вообще, это ты крупные детали перечисляешь, это то же самое, по сути, то, что это, то, что гитарный тон подобрать, правильно поставить микрофон. А есть ещё там всякие микро-мелочи, как бы, там, а вот насколько должна быть динамичная гитара, например, она должна быть совсем плоской, сплюснутой, или она должна быть прямо, типа, тюк-тюк, как барабан, типа, там, стрелять. Как бы, это же тоже очень разные, как бы, моменты, каждый из которых тоже надо, типа, ну, надо понимать, вокруг чего микс тоже строится, тоже, ну, как бы, какая вот именно, как бы, основная история, типа, ведущая в нём. Вот это вот очень важно, потому что, блин, когда люди сами играют, музыканты, кто-то пишет песни, он её в голове как-то придумал, возможно, у него есть какой-то референс, он вот именно слышит так. Но тяжело передать чуваку, который делает звук, и вы с ним не можете найти вот эту вот тему, потому что ты говоришь, надо басов, звукорежка говорит, нет, нет, так дела не делают, мы это всё вырежем, мы это всё закомпрессируем, будет чётко, ты включишь на полную, а он там слушал музыку, да, там, вырос на нулевых чём-то. Да, да, да. Вот эта вот фишка, она очень важна, чтобы люди друг друга понимали, я думаю, может быть, поэтому часть людей сами начинает писать, сами записываться, разбираться в программе, потому что он говорит, во-первых, дорого, во-вторых, меня никто ничего не понимает, лучше я сделаю сам, пусть оно будет хуже, что-то грязнее, что-то неправильно, но это будет то, что я именно задумывал по звуку. Да, слушай, вот я тебе могу прям сразу рассказать историю про Дэна Дёрца, его как-то раз, знаешь его, не знаешь? Короче, в общем, российский музыкант, артист, занимается всякой электронщиной, вот, и, ну, такой довольно, ну, короче, прикольный, на самом деле, чего греха-то, прикольно. И что-то, короче, у него в паблике появилось, типа, вот, нужен там звук режиссёра, я, естественно, ему сразу написал, сразу скинул там, бибан, уже царь ведёт самолёт, на тот момент вышел, я ему вот скинул, он говорит, да, прикольно, типа, мне нравится, давай попробуем, типа, работать, а он думал, как раз вот на внешку отдать вот эту звук режиссёру свою, ну, то есть, чтобы он просто, типа, он пишет, как бы, только, а другие люди сводят, то есть, ну, довольно удобно. Вот. И, короче, я его спрашиваю, а что ты хочешь-то? Он такой, да, сделай на свой вкус. Я думаю, ну, я сейчас сделаю, типа, на свой вкус. И, ну, я там накрутил что-то вообще другое, ну, то есть, я увидел у него какие-то составляющие, да, ну, типа, понятно, это был там, это он там скинул какую-то, там, довольно старую ещё почему-то работу, я потом узнал, то, что это его старая работа, и, ну, это вообще, это в 90% случаев, это, типа, можно сразу говорить, ой, до свидания, всё, пока, типа, это, в этом смысле немного, потому что просто ты к этой старой работе очень сильно прикипел, тебе уже даже те моменты, которые не звучат неправильно или не круто, типа, ты уже к ним просто привык, ты уже всё, ты уже не воспринимаешь это по-другому, ты уже не можешь, типа, ты это меня, ну, кто-то это меняет, и ты такой, не, не, это уже не то. И вот, ну, тут, примерно, та же самая история, я могу это понять, как бы, вот, это, типа, не сказать, чтобы, там, ну, эти проблемы, можно сказать, но, в целом, как бы, например, для Дениса это не проблема, для Ден Дерти, это не особо проблема, потому что он сам с этим справляться, просто у него не получилось всё это геноводсорса дать. Я ему, как бы, там насводил, он сказал, нет, слушай, чё-то фигово, вот, давай другой трек попробуем, вот, ну, я попробовал, типа, ну, понятно уже, с каким настроением я его пробовал, типа, я думаю, блин, ну, я сейчас чё-то кручу, там, ну, какая разница чё-то кручу, вот, ну, и... Ну, слушай, опять же, есть такая история, как, ну, ты можешь просто сделать техничный, как правило, да, по каким-то стандартам, допустим, у меня там радио, у меня есть определённый формат, вот, в рамках этого формата нужно сделать, так, с одной стороны, я думаю, проще, так же, как и тяжелее, но, по крайней мере, у тебя есть рамки, и ты просто делаешь, вот, в рамках, в этих рамках, так, как нужно, просто формату, другой момент, когда тебе нужно сделать именно, вот, музыкантом, да, вот, как им интересно. Как, и вообще, нужно ли, вот, как вот здесь, нужно, может быть, даже и любить эту музыку, нужно прям как-то её проникнуться, я не знаю, ты как, переслушиваешь то, что тебе скидывают, прежде чем сводить, вот, как ты проникаешься этой темой? Ну, это вообще, да, это отдельная целая тема, тебе поднял прям большой вопрос. В первую же очередь речь именно про музыку идёт, то есть, как бы, это потом уже, там, какая-то звукрестура и так далее. Очень часто реально бывает так, да, как бы, со своими какими-то, там, да, демками, там, замечал, я их, там, сажусь, например, сводить, и вроде делаю всё под это, правильнее решение, какие-то вроде принимаю, да, а потом сажусь, слушаю, понимаю, нет, стало хуже, типа, просто потому, что, вот, ощущение, там, например, кач ушло, типа, да, именно из-за этого. Его нет, да. Поэтому, конечно, надо, в первую очередь, именно это сохранить. В этом, даже, я бы сказал, главный прикол, то, что тебе надо одновременно помнить про техническую составляющую, то, что у тебя есть вот это, вот, типа, вот тебе надо вот это сделать под формат, а если это не сделаешь, то это вот всё, это будет, а это будет плохо, потому что это будет, там, плохо на телефоне звучать. Или, на телефоне, хорошо, а вот на большую колонку ты это включишь, всё, у тебя всё развалится, а тебе же этого не нужно, ты же хочешь, как бы, чтобы на телефоне на большой колонке звучало, и вот, и думай. Поэтому сейчас большинство всё лимитирует, компрессирует, всё зажимаем, главное больше, чем рабочие, да. Это вообще другая тоже история. Да нет, ну, типа, тоже зачислю, это лимитирование вполне неплохо, как бы сейчас звучит. Ну, я ещё выражаюсь как дилетант, но я думаю, смысл ты понимаешь определённый, плюс здесь же ещё как нужно, определённые тенденции, да, которые есть. Ну, сейчас вот именно такой звук идёт, сейчас так модно, сейчас везде так звучит, если ты будешь делать по-другому, то, ну, блин, это уже не то. Прикольно, но не то, не подходит, и ты как бы уже стараешься вот здесь как бы поймать вот эту вот, да, грань. Да, да, да. Чтобы сделать как нужно. Ну, везде, слушай, вся, короче, профессия реально состоит из балансов, типа, вот просто тебе надо составить баланс громкости, баланс, там, эквализации, баланс динамики, всё, баланс всего тебе надо поймать. То есть, типа, нету такого, что ты вот, типа, включил ручку, стало круто, выключил, стало не круто. Ну, то есть, в каком-то глобальном смысле. Вот, всегда, типа, ты можешь пережать и станет ужасно, типа, ты можешь не дожать, будет тоже не очень хорошо. Есть же определённые части, в которых ты можешь работать, и ты наверняка не только сводишь, ты что-то записываешь, да, как идёт сначала... Это могут делать как разные люди, так и один, ну, то есть, как инженер звукозаписи, да, когда ты на точке снимаешь звук, когда группа записывает, потом, что идёт, ты это сводишь, потом мастеришь, или как там... Нет, потом, по идее, по идее, редактирование потом идёт, если оно необходимо, вот, это... А, ну, типа, подгоняешь под метроном, тюнинг, да, идёт, там, когда ты петуха даёшь, да, или просто вновь чуть-чуть. Если там, по количеству записал, 50 каналов их надо отсортировать, то есть, подготовишь, чтобы всё, ты просто сел и больше ничем не занимаешься, кроме сведения. Дальше идёт сведение, естественно, и дальше, да, мастеринга, и всё. Ты в какой сфере, вот, ты больше любишь? Как тебе проще? Сведение? Сведение. Слушай, ну, смотри, с чего я начинал, сведение, и всё-таки, ну, как там, что-то проще всего, а сейчас это самое доступное, то, что у нас есть. Тебе нужен ноутбук, всё, тем больше ничего. Ну, и ты чувствуешь себя, как бы, главным, но основная часть, как будто, как сведение, знаешь, и ты такой, здесь я могу прям развернуться. Да, я вот тебе скажу так, сейчас вот мы мастерим как раз вот эти вот свеженькие релизы, и там прям что-то я, короче, недооценивал мастеринга, знаешь. Ну, да, в общем, короче, это такая вещь, это такая штука тоже, блин, очень много чего надо понимать именно, знаешь, главой по-особому. То есть, как бы, не просто вот как бы ты приходишь и делаешь, а вот именно вот с пониманием должен, ну, как и в любой профессии, на самом деле. С пониманием надо что-то делать, вот, и с мастерингом тоже, что-то, короче, то ли я этого нигде не замечал, то ли этого никто не говорит, вот. Но есть такой прикол, типа, один маленький, типа, маленький нюанс. На мастеринге ты формируешь финальное звучание трека, все, типа, это, ну, такая, все, ну, то есть, это, по сути, даже, что смысл об этом говорить, когда это и так очевидно. То есть, все, у тебя есть финальный файл, как бы он уже сведен, ты уже, типа, по сути, туда внутрь лезть не должен, вот. Вот, и ты должен сделать как-то, что-то с ним ты должен сделать, чтобы это звучало «запись». Другого слова просто нет, ну, реально, «запись» это должно звучать. Все, типа, это должно круто звучать, это должно выполнять все функции, это должно, там, типа, если это рэп, ты должен с грувом, с такими, с накачкой идти, если это рок, это должно, прям, типа, прям, жестко, типа, в уши долбить, там, и все такое. Ну, короче, то есть, все, аудиозапись должна выполнять свои функции, типа, быть читаемой, быть, ну, и вот эти вот все параметры. В общем, Богом можно себя и на мастеринге почувствовать, если так скажу. В том плане, что я столкнулся с такой паникой, что типа «Блин, а вот если я сейчас это закосячу, а меня уже никто не покажет». После мастера уже нет. Да, если я свожу и кто-то другой мастерит, ну типа… Ну это уже твоя история, ты там мог бы подкрутить, ты всё запомнил. Это типа уже всё. Это пускай уже другой. Поэтому, наверное, кстати, круто, когда разные люди этим занимаются. А вообще, мне вот это интересно, тебе как проще, что разные люди это делали или тебе удобнее, чтобы ты всё-таки сам это сделал от начала до конца? Ну я объясню, к чему. Допустим, чуваки приходят и говорят «Хотим звучать как Нирвана», к примеру, но ты должен сводить, а инженер звукозаписи снимает, но он как бы не разделяет, может быть, эти вкусы и снимает звук, может быть, не так. И тебе уже тяжело будет, допустим, на сведении работать с тем звуком, потому что изначально его сняли немного не так. Или тяжелее, или тебе похрен на это. Ты сам, ты крутой. Ты сам ответил на свой вопрос, по сути. Да. Работает, как бы, если речь идёт о том, что чуваки идут писать барабаны на какую-то полуподвальную студию, где всё звучит плохо, и ты с этим ничего не сделаешь, как бы, ну всё, ты типа, ну всё, у тебя барабаны плохо звучат, из этого никуда не убежать. Или типа, там, не знаю, ещё что-то там, гитара записана плохо, там знаешь, плохо она звучит, и ничего с этим не сделать. Ну вот, всё, это один вопрос, конечно, в такой ситуации лучше я сам приду, запишу, посоветую какую студию типа выбрать и так далее, сам приду, запишу, сам буду знать, что нужно делать. Это хорошо, или, может быть, как бы, посоветовать чувака, который с ним, это хорошо звук, может быть, если знакомствуешь, обратитесь к чуваку, я ему примерно, если вы хотите звучать как нирвана, я ему примерно скажу, что мне нужно, чтобы потом не париться. Да, либо этот, то есть, как бы, идёт речь о том, что ты работаешь, как бы, с хорошими специалами, которые, как бы, из той стороны, которая, типа, у них не вот этого, как раз то, что ты описываешь, не происходит, типа, блин, а мне не нравится нирваную, я лучше накручу, как у Chemical Brothers. Ну, опять же, мы, наверное, всё-таки в том сегменте, где люди всё-таки стараются где-то сэкономить, да? Да, очень просто. Чуваки, группы все экономят. Да, да. Начинающие группы, пока у них нету бабок, да, которые не вылезли, они вылезли, и, наверное, не вылезут большинство, всё-таки стараются сэкономить. Что-то они вообще дома запишут. И, кстати, что можно, ну, допустим, есть чуваки, которые смотрят, и они такие, блин, хотим с Юрой поработать, но хотим сэкономить. Типа, что мы можем сделать сами, что потом будет несложно обработать? Допустим, ну, там, гитару записать дома, бас, а барабаны, ну, по-любому идти на какую-нибудь студию. Барабаны сейчас тоже можно дома сделать. Да? Ну, не записать, а в этом напрограммировать. Очень даже сейчас инструменты, типа, очень есть гибкие и хорошие. Я тут недавно попробовал Superior Drimer. Вот. И открыл себе Drimer. Не будем говорить, где его взял, как бы. Программа дорогая, там библиотека базовая, 230 гигабайт весит. Вот. И, ну, всё, я послушал, я, типа, понял, блин, такая, всё, типа, зачем? Да, можно просто дома сидеть, натыкать, как бы, и там уже будет хорошо. А если ты туда, да, ещё библиотек добавишь, ну, там, у тебя и выборы будет больше, как бы. Понятно, что там, ну, живая игра, она всё-таки живая. То есть, ну, ты уже ничего не сделаешь. Но, с другой стороны, если ты там, например, барабанщик не так хорош, да, как эти, ну, как бы, почему бы? Ну, опять же, набить, ну, может, человек, который с этим работает хорошо, ну, барабаны, да, составить. Желательно, чтобы это тоже был барабанщик, чтобы он понимал, как это звучит. Иначе это будет, ну, так звучать, что... Конечно. Это должен составлять барабанщик. Ну, партию должен барабанщик составлять, ну, по идее, в любом случае. Либо тот, кто это понимает. Меня-то привлечь можно на любом этапе. Я, как бы, с радостью, мне проще, типа, чем раньше я вступаю, тем мне проще, просто потому что, типа, я могу проконтролировать с самого начала, потому что если с самого начала, типа, что-то пердет, оно будет пердеть до конца, типа, все, и с этим ничего уже не сделаю. То есть это можно только заменить. Ну, бывает такое, что, опа. Да. Ребята, надо донатить. Нам уже новые камеры. Ну, так и чего группам-то делать? Как им к тебе обратиться? Допустим, я хочу записать, что мне лучше тебе написать, сказать, Юра, я хочу там записать в стиле Green Day, да, что мне нужно? Я там хочу на эту студию бабок столько. Да. Сразу. Сразу. Сразу писать все вотные данные. Короче, чем их больше, тем лучше. Ну, наверное, для начала, конечно, полезно просто написать привет, вот, и как бы сказать, меня зовут так-то, я хочу сделать вот это вот. Первое, что я попрошу, это там демку, например. Ну, это, по сути, да? Да, это к любому, в принципе, для курсёра относятся, то есть, типа, надо же как бы осознать, с кем ты общаешься, с кем ты работаешь, как бы, вот. Поэтому, да, первое, что нужно, это демка. Конечно, референсы, если есть, что вообще нужно, какие есть задачи, что есть на данный момент, то есть, это, мы уже там записали что-то, и нам нужно это только свестили. Мы уже свели от мастера и отстань от нас. Или, типа, у нас вообще ничего нет, я вообще не знаю музыки, и кто я такой, я забыл. Вот тогда понятно, типа, ну. Как мы будем работать, да? Да, да. Был, короче, чел один. Я вообще удивился, если честно. Он мне написал просто слово «текст». Слово «текст»? Да. Ну, просто мне приходится… Максимально необычно, чтобы ты меня запомнил. Да, 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 это сообщение ВКонтакте мне приходит. Текст. Я такой, не сотрю, Марсу показываю, он рядом сидел, начинаем угорать. Я ему пишу, типа, что это значит? Он пишет. Текст на заказ. Делаешь? Ну и мы стали… Мы дальше уже, честно, стали угорать. Типа, да, там, начали называть какие-то нереальные цены. Типа, то, что сейчас делаем. Стали уже представлять, как мы ему сделаем там текст, как мы ему там сейчас напишем. Вот это вот. Ему там, оказалось, естественно, что ему нужен рэп. Ну… Чтобы ещё и бит, типа, написать. Ну, в общем, мы уже представили всё, что там мы ему сделаем, как бы, что мы это будем делать там. Типа, что я это сделаю за две минуты. Марс там мне собрался уже помогать ради увлечения, ради, как бы, как бы, угорать чисто. Вот. Но в итоге, конечно, ничего этим бы не произошло. Вот. И, наверное, к счастью, у всех сторон. Ну, видимо, нужно изначально было понимать, да, когда такое сообщение приходит. Ну, понятно. И дальше мне нужен текст. Да, по-моему, поэтому угорать и стали. Типа, ну что, блин, чел, текст пишет. Что с ним ещё делать? Конечно, наверное, это звучит очень не в тенденциях современного мира, когда надо поддерживать всех, типа, и вся, но… Что с ним делать? Слушай, а такой вопрос ещё. Сейчас такая тема. Может быть, она уже не актуальна, может, я ещё старый. Типа, аналоговые, да, там, примочки аналоговые. Как… Как… Ты вообще слышишь в этом разницу? Потому что есть такие темы, что там даже, вот, примочки, да, там, условно говоря, педали, там, кто-то играет на процессоре, кто-то, там, на ламповой примочке, да, всё нормально, и я сразу слышу разницу, и потом чувака разворачивает, и он ни хера в итоге не слышит разницы, ни хера не понимает. Как вот у тебя, у тебя туши, наверное, побольше, а не повосприимчивее к этому. Есть ли вообще в этом разница? Люди, может, люди всё-таки просто уже загоняются? Короче, смотри, есть такие моменты. Во-первых, есть некоторые вещи, которых просто не существует в цифровом мире. Ну, либо меня, например, там, не знаю, либо их задолбишься искать. Ну, вот, например, купил я себе недавно педаль Fus Factory, да, и она ещё… это не обычная Fus Factory, а это… Fus Probe, короче, называется она. Смысл её в том, что она, ну, как бы, там, вставленная вот эта вот педаль Fus Factory, и плюс к ней ещё такая пластинка, как бы, приделана, и она, она, там, на электростатику, наверное, реагирует, и к ней прикасаешься, и пальцы к ней подносишь, и она уже начинает немножко по-другому звучать. Ну, вот уже такого не найдёшь. Ну, где-то такое в цифре найдёшь. Fus Factory и так в цифре-то не особо существует. Но здесь именно физическая, как сказать, работа с ним. Ну, условно, крутишь ты, звук отстраиваешь, да, или там кнопку нажимаешь, там, вот, вот именно вот в этом может быть разница. А именно по звуку, по звуку, ты слышишь эту? Теплоту эту, ты слышишь теплоту, Юра? Чувствуешь её? Слушай, короче, ну, вот если прям конкретно твой вопрос, отвечать. Ну, вот помимо, если не брать в расчёт даже тех вещей, которых просто нет. Ну, вот, например, компрессор Manly Load, да, его просто всё, его нету в цифре. Там, может, есть какие-то UAD-овские разработки, но я просто не знаю просто, потому что у меня UAD нету, и всё. И всё, его нет, и ты его только вот так вот получишь. А вот, отвечая конкретно на твой вопрос, типа, разница между цифрой и аналогом, есть ли она? Она и есть. Вот. И, как бы, как, например, я её услышал? Я тоже в этом там не знал, верить или нет. Вот. Но, например, как я её услышал, мы писали на Гороховой Live. Там на Гороховой, в общем, так всё устроено. В общем, там стоит консоль SSL, микшерный пульт. Вот этот вот, типа, очень дорогой. Ты видишь мой уже пустой взгляд. Да, да, я поэтому уже пытаюсь объяснить. Но SSL, короче, это очень крутая фирма, которая делает очень крутые консоли, они в своё время там, типа, в некотором формате революцию сделали, потому что там сделали такую штуку, в общем, такую огромную консоль, шоу, вот ни у кого такой огромной не было. Ну и в целом, типа, это сейчас одна ведущая, как бы, фирма в отрасли, в целом, как и НИФ, там API, ну не суть. Короче, на Гороховой так устроен роутинг, то, что, когда идёт непосредственно запись, ты слышишь то, что проходит через консоль. А там консоль, она как устроена? Она устроена по-хитрому немножечко. Там есть канал, да, соответственно, у него там приходит звук, ты там его можешь обработать, эквализировать, там динамика есть и так далее. Потом идёт маленький фейдер. Вот. И маленьким фейдером ты контролируешь там специальный промежуточный, условно, выход. Прошу прощения. Ну, это можно и вырезать. Это чай. Это чай. Да. Это выход был. Да, это надо вырезать. Серьёзно. Это неожиданно было. Ну так что там с консолями? Сначала идёт маленький фейдер и идёт промежуточный выход. Ну, условно я сейчас называю, промежуточный выход. С него идёт сигнал в оцифровщик и дальше опять возвращается в консоль. на второй фейдер, на большой. Так. Вот. И то есть у тебя, получается, первый фейдер регулирует уровень записи, а второй фейдер регулирует уровень того, что ты слышишь. И ты мне сейчас пытаешься объяснить разницу. Нет, я пытаюсь объяснить роутинг, как там всё устроено. Вот. В общем... Да, зря я это, наверное, делаю. Надо было попроще как-то выбрать. Короче, в общем, там как сделано. Я просто сразу в детали вдаюсь. Как сделано на Гороховой. И на Гороховой сделано так, что когда идёт запись, ты слышишь всё, минуя оцифровщик. А, вот. Вот уже понятно. Можно было сказать так. Минуя оцифровщика. А потом, соответственно, ты слушаешь уже то, что оцифровано. То есть уже запись с компьютера по-каналюю. Вот это вот всё. Как я понял то, что разница между цифрой и аналогом существует. Я послушал сначала то, что идёт записи во время записи. Потом я нажал пробел и послушал то, что получилось. И понял, разница есть, оказывается. Вот оно чего. Ну, то есть... Опять же, когда ты сравниваешь всё-таки лоб в лоб. Ну, да, конечно. Ну, вот ты берёшь, но если когда... Там разница огромная. Да? Огромная. Реально. Ну, в плане то, что... Ну, как бы для... Условно... Даже неподготовленными ушами можно услышать, типа, то, что... Вот, типа, здесь как бы всё звучит прям хорошо, отстроено. Ну, потому что я же там фейдерами какое-то себе там движение совершил. То, что всё звучит вот именно вот... Как вот я хочу. Вот. Да? Потом я нажимаю пробел, у меня идёт воспроизведение, и всё уже звучит по-другому. Вот. И всё. И там, например, бас вылезать начинает, там гитары куда-то уходят, там погулять, покурить. Там бароманы тоже по-другому. То есть, мне хочется понять это, скажем так, задросто на уровне музыкантов и звукорежиссёров. То есть, надо взять меломана, он вообще поймёт эту разницу? Конечно. Ну, уровень насслушенности, наверное. Не-не-не. Я имею в виду то, что оцифровщик вносит искажения. Вот о чём ты говоришь. Потому что, опять, что мы можем сделать? Мы можем немножко фейдерами подвигать, и уже мы придём более-менее к той же картинке, которую действительно будет не отличить. Но, типа, если мы берём одно и то же, на одном и том же положении фейдеров и всего остального ничего не меняем, разница будет довольно сильная. То есть, её будет слышно всем. Окей. Если говорить про оборудование в плане примочки, которая у меня под ногами, или процессор, или аналоговые. В этом разница, насколько ощутима и насколько она ощутима, допустим, всё-таки на концерте. Есть ли смысл заморачиваться с педалборд, где у тебя вот этих всех педалей, либо ты просто берёшь нормальный процессор, забиваешь и играешь. То есть, одно дело, на студии ты можешь крутить, перебирать всё, менять разные кабинеты, да. И другое дело, когда ты играешь на сцене и не всегда там хороший звук во всех клубах, во всех городах, а ты вот возишь все эти педали и говоришь, что почувствуете вот этот аналог. То есть, есть ли вообще в этом смысл? Зависит всё, конечно, от процессора и от педалей. Ну, во-первых… Ну, если сопоставить какой-то уровень, да? Ну, условно говоря… Не, если у тебя хороший процессор, да, отлично, то, конечно, он там много чего может заменить. Вот. Это, ну, сто процентов. Вот, с другой стороны, знаешь, тоже процессор, процессор уродин. Вот у меня всё было в жизни хорошо до того момента, пока я не получил к себе в руки лексикон PCM-91, ревербератор. Ревербераторы, в принципе, все, ну, которые вот маленького размера, цифровые, вот. Ну, кроме пружинных. Потому что аналоговый ревербератор – это вот, ну, комната, по сути, вот аналоговый ревербератор теперь. Куда ещё более аналоговый. Ну, да, типа, да. Вот, и все ревербераторы аналоговые – это, то есть, либо пружина, которая реально физически натянута между точкой A и точкой B, или там, пластина металлическая. Вот, как бы, вот они, это действительно так и есть. Они существуют. А всё остальное – это цифровые эмуляции, как бы, этих историй. Вот. И я думал, то, что вообще, ну, как бы, реверты, ну, типа, ну, и всё, есть у тебя Valhalla DSP на компьютере, всё, куда выше-то, типа, что ты ещё хочешь от жизни. Вот попал ко мне лексикон, я понял, вот чего можно хотеть. Вот всё, типа, знаешь, вот сразу разница огромная. Вот, ну, вот критичная просто для меня. Ну, понятно, там она уже, как бы, для меня она уже, скорее, критичная. Кто-то такой разницы не услышит. Но вот я его просто домой принёс, поставил, подключил, и думаю, дай просто послушаю, типа, вот, ну, посмотрю, как, вот, как это происходит, типа, погоняю там разные режимы. И просто мастер фатак через него включил. Я обалдил, господи. Я вообще, я включил, я думал, не может быть. Это не может быть правды, типа, не может быть, чтобы ревер так сексуально звучал. Я прямо, типа, сочно, типа, круто. А это всё процессор, это цифровой. То есть, кто мешает тебе на компе сделать тот же самый, как бы, тот же самый алгоритм, по сути. Никто не мешает. Вот почему-то, вот, в живую коробку, вот, этот вот, как он P791 берёшь, как бы, и она звучит круто. А половина этих программок на компе, типа, звучат, ну, как не так круто, например, да. Вот, и всё. В целом, в концертном звуке, да, зачастую процессор будет проще, как бы, и лучше, и так далее. Вот, но зачастую, действительно, там, какие-то, например, есть такие штучки, которые, ну, как бы, в цифре просто не... Блин, всё равно аналоговый звук, вот, смотри, у тебя по проводу идёт поток электронов, вот он всё равно будет немножко рандомным. То есть, он всё равно будет немножко рад. Понятно, там, эти изменения будут такие же, ну, вот, никогда ты их не услышишь в жизни. Но оно будет, как бы, и это всё равно, ну, это, наверное, уже из разряда, типа, дед, иди таблетки пей, как бы. Ну, и, как бы, я тоже про это, что, в целом, может быть, тоже идёт какой-то загон, и, условно говоря, ты видишь, и ты начинаешь, типа, думать, что, да, я это вижу, я это чувствую. На самом деле, нет. Ну, загон, я думаю, не только в музыке, это, там, ребята, которые видео снимают, они, там, плёнка или цифра, я там вижу разницу, понимаешь, люди, которые, условно, даже просто меломаны, они, он говорит, диск, либо, там, пластинка, я это всё слышу. Но, не знаю, слышим ли мы, или, вот, в видеографии, ну, есть такая история, как эффект Кулешова, там, знаешь… Кулешова? Да, там, монтаж. Ну, история с тем, что магия монтажа. Надеюсь, я правильно это воссоздам. Короче, есть пару кадров. Голова, портрет мужчины, он смотрит. Другой кадр постоянно меняется. Там, я не знаю, что ли, труп, что-то такое, и, по-моему, маленький ребёнок. И у него такая, как полуулыбка, да, знаешь, он смотрит, потом вот этот кадр, потом опять на него, и он такой, как полуулыбается, и в зависимости от того, какой кадр тебе перед этим показывали, он либо становится, как пухотливый, либо такой, знаешь, либо он умиляется, как ребёнку, либо он смотрит, как, знаешь, как на маньяк, там, не знаю. Вот, в зависимости от того, что ты видишь, ты начинаешь идентифицировать вот этого человека, его образ, его мысли. Я вот про это к этому и клоню. Не загоняемся из-за того, что я вижу аналогу? Прямо, я такой, да, я чувствую это. А, то есть… А, я понял. Слушай, короче, ну, если как бы идёт загон чисто реально из-за того, что, блин, всё, хочу аналог, хочу аналог только потому, что это аналог, типа, конечно, это не совсем здоровая история. Просто другой вопрос, типа, для зрителя, короче, вот прям давай, вот прям про концерт, да? Для зрителя вообще пофигу, что это будет. Даже это будет, типа, там, дешёвый китайский процессор, блин, на самом деле всё равно они сейчас все звучат более-менее то приемлемо, короче. Для зрителя разницы не будет. Вопрос, будет разница для самого музыканта. Ощущение, вот как раз… такое чувство. Да, да, да. Потому что, ну, реально, есть вот эта вот фишка, знаешь, вот когда ты вот работаешь с аналоговым прибором, и вот ты вот прям знаешь, просто знаешь, что он аналоговый, всё, тебе уже как бы уже… Да, да, уже от этого ты такой… там живой теперь, знаешь, всё. Вот. И как бы из-за этого ты уже с ним можешь немножко по-другому взаимодействовать. По сути, это, наверное, главная причина. Ну, это вот как раз вот то, что я говорил, кстати, вот, возвращаясь даже к тому вопросу, который давно был, про техническую составляющую там и эмоциональную вот музыкальную составляющую. Вот это вот как раз та часть эмоциональной и музыкальной составляющей, знаешь, вот где вот артист должен здесь чувствовать себя комфортно, чтобы как бы хорошо сделать свою работу. Ну, то есть, артисту должно быть хорошо для того, чтобы как бы он всё как бы смог, всё у него получилось в жизни. Вот. Потому что если ты ему будешь говорить, блин, да забей вообще, типа, давай… Всё одинаково. Да, в принципе, зуб купил. А артист будет такой, типа, я же хочу, я же хочу, типа, вот у меня есть, давай подключим. Типа, ну, он расстроится и будет мне так рад, типа, и доволен даже, как бы, если ему сделать реально всё так же и даже лучше, например. То есть, ему надо, типа, в данном случае уже либо разъяснять что-то, либо… Либо, если он не слышит, то пускай и не слышит. Да, типа, да. Лучше… Что за пара? Это же не так сложно, как бы. Взял, поставил, типа, сделал. Человеку приятно, он радостный и пошёл домой. Как бы ещё. И это ты с положительными эмоциями. Слушай, вот мне интересно, раз мы коснулись темы концертов, да, и работаю на концертах, но ты, наверное, много можешь поведать в клубах. Ты уже в Питере и по Россиюшке ты поездил вместе с Бибом, да, как… Все же концерты их отстраиваешь постоянно. Да. Какие вообще сложности есть, и какие, может, какие-то бесячие моменты. Может быть, кто-то прям такой из организаторов концертов смотрит и скажет, блин, не хочу вот такие козни строить людям, ну что же мы такую херню вечно делаем, и люди мучаются, и бесятся, и нервничают. Вот такой посмотрел, не, у нас в городе не будет. Юра приедет и прям будет кайфовать. Ой, слушай, много на самом деле моментов, ну… Первое, почему меня Майбах каждый раз не встречает, когда я приезжаю в Новый город? Мне кажется, все задаются этим вопросом. Да, это основной момент, в общем, все, остальное все нормально. Нет, на самом деле, слушай, ну короче, если говорить именно вот про, допустим, то, что Бибом мы катаемся, да, в Москву вот мы в прошлый раз ездили, я не буду его назвать, куда ездили… Не надо, без неназываемых имен, помещений, хотя бы город просто. Максимально מתоксичные я как бы эту редкость… Ну, короче, безалаберностью, короче, очень много, безалаберностью от организаторов, от клубов, типа, когда организаторы просто не думают вообще ни о чем, например, да? Или клубы, которые тоже, типа, не думают ни о чем, а потом внезапно… Типа, и истории с райдерами, естественно… Ничего никто не читает. Райдеры вообще. В нашем случае это типа... Ты приезжаешь перед тем, как поехать, они читают? Не, не, не читают. Юра, Юра, юморист. Ладно, попробуем. Зачем им его читать? Что они там найдут? У нас ничего нету. Можете написать. Кстати, мы когда в Морзе были, за день до этого концерта, мне звонит Борода. Типа, звукарив Морзе. Говорит, алё, здравствуй. Это Юрий, да? Я по поводу завтрашнего мероприятия. Вы там завтра будете? А вот у вас там в райдере написано. А райдере я писал три года назад. И он мне это говорит. Ну, говорит, что там написано. Я такой, знаешь, краснеть начинаю. Я чувствую, что кто-то туда заглянет. Зачем ты туда посмотрел? Я говорю, не, 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 ничего не надо. Всё как обычно. Ставь, ничего такого. Как у всех, короче. Без выпендрёжа. Он такой, ладно, всё, без проблем. И я после этого сразу говорю, Марсю, скинь райдер мне. Я его перепишу. Потому что, мало ли, опять кто-то прочитает и скажет, блин, что это мне написано? Ну, то есть, видимо, этот райдер ты писал изначально, когда такой... Мы поедем, я хочу это, 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 потом вы съездили в туры такие, ладно, наверное, это вычеркнем. Я просто ещё... Это чуть погорячились мы. Я его просто писал ещё, когда неопытный был, ещё когда мало что знал. Вот. Не до конца понимал, зачем как бы райдер существует, как бы. А потом, конечно, поработал, типа уже понял, но... Я уже понял то, что смысла мне его переписывать нет, потому что что, его всё равно никто открывать не будет. Как бы там самое важное, это картинка состоит в планах. Да, есть же фишки, ну, много кто говорил, в райдерах пишут какой-нибудь там пункт, висящий такой, из разряда, не знаю, розовых слонов из пластилина, чтобы кто-то переспросил, и будет понятно, что он читает. Слушай, я ещё вот это. Есть не только такие фишки, например, райдер совмещен технически и бытовой. Там прописано, какой хлеб должен быть, и картинка прямо хлеба. Ещё смысл райдер читать, например, в клубе, в котором всё равно ничего не довезут. Что там есть, то там и будет. И концерт всё равно не такой, чтобы суперприбыльный какой-то. Этого ничего не случится, поэтому никто не читает. Работаешь всегда на том, что есть. Про другой вопрос, потому что реально очень часто клубы вообще убого оснащены, непонятно чем. Каким-то свалками аппаратуры. Туда что-то привезли, кто-то из дома что-то взял, акустику там собрали, непонятно из чего, вчера по регионам или в Москве, в Питере. Это везде у нас есть. Блин, у меня было мероприятие, я тогда вообще, конечно, офигел. Оно должно было проходить, это вообще не с Бибан было связано, оно должно было проходить в одном клубе, который закрылся, кстати. Потом, короче, внезапно этот клуб оказалось, что на него устроили облаву, он закрылся на этот день. Ну вот, поэтому нас перенесли резко в другой клуб, а в другом клубе ничего не готово, и в итоге мне пришлось там типа за час собирать им целиком систему. Ну я что-то там собрал, как бы, посмотрел, причём местных чуваков нет никого, пришёл только какой-то световик. Я ему говорю, так, где типа коса? Он такой, что это такое? Я говорю, ну, типа, если я хочу, например, вот это вот там, пульт там поставить, а как бы вот микрофон у меня здесь будет. Чем мне протянуться? Типа, куда мне пульт ставить-то? Скажи, зачем тебе здесь микрофон? Я говорю, ну как, ну вот бочку, например, хочу подключить. Он мне говорит, да бочку зачем здесь подключить? А там зал, знаешь, типа мода по размеру. Зачем бочку подключить? Я же и так слышал. Да, да, я ему говорю, я ему после этого такой, да, всё, хорошо, я понял, да я давай без тебя тогда разберусь, как бы, без проблем. Слушай, ну а вообще как в клубах относятся, когда приходит Юрий и говорит, я вот звукорежиссёр, группа Вибон, нормально все, восприниматели говорят, Юра, не надо, я здесь штатный звукорежиссёр, я всё сделаю нормально. Супер в этом плане. Один раз только было в Аброле, тоже давно, я ещё не очень был опытный, тоже немножко зелёный, там как бы случился момент, то что типа, и чел нарулил полное говно, я на него сотрываю, думаю, я ему, ну я ему начинаю как бы исправлять, типа то, что он сделал, он такой, не дрогай ничего, я могу, блин, убери руки, смотришь, от этого священного. Да, 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 да. Я ещё не знал, как на это реагировать тогда, вот. Ну, конечно, вот. Слушай, ну это же важная тема, многие это понимают, что именно свой чувак, пусть даже ты зелёный, да, условно говоря, но ты знаешь свою группу, ты знаешь, что там у него вокал, да, там у этого гитара должна быть вывалена, вокалисту не нужно эхо, как, там, не знаю, там, прекрасно и далёко, зачем ему это нужно? Типа, не надо полностью по-своему собирать, ты хотя бы, если ты нам видишь, что чел зелёный, тут ты там, не игнорируй его полностью, ты ему можешь там помочь, например, да, ну ты типа, ну вот. Что ты хочешь, да. Да, какой-то, короче, вот это вот, не надо вот это вот отношение будляцкого, типа, когда ты просто типа, да я тут самый умный, я тут самый крутой, я сделаю лучше всех. Да и пульт дорогой ты сейчас, да, да. Портишь чем-то, нажмёшь не туда, ты вообще, ты знаешь, что этот пульт, ты... Да, ты сам дешевле стоишь, пойми, я тебя сейчас куплю. Беринджер, есть у тебя вот, возьми вот этот маленький пульт, достает, я беру, я беру этот маленький пульт, таким звукорежиссёром, поиграться, пока руки занять, да, 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 попробуй крутить, он даже сетевой шнур не подключил, ну ты крути и думаешь, что всё нормально, да, ты его выводишь. Да, 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 ну там типа того, по сути, его вывод. Вот, ну вот это неправильно, это вообще, по-моему, тут литубизм. Нет, оно реально чувствуется, когда у группы свой звукорежиссёр, потому что ты... Группа выходит и слышно, что там всё сработано, там всё сработано, там так, как нужно. Даже когда я первый раз Биббан услышал, я такой... Себе качает, поэтому это очень влияет. А вообще, ну смотри, чуваки тоже, говорят, нет звукорежиссёра, пока у Биббана нет времени, может быть, мы Юру подтянем там на концерт, но если это, условно говоря, там Питер, Москва, такие предложения, ты поступают или ты готов на них откликнешься, чтобы помочь кому-то? Ну, сейчас не поступают по некоторым причинам. Сейчас не поступают, никто не играет. Да, нет, ну в целом, как бы, ну, предлагали ребята, ну, просто что-то, в общем... Вот тут уже, как бы, не всегда реально времени просто хватает. Просто потому что, например, вот когда мне предлагали, да, у меня вот разгар был, например, сезона, типа, когда очень много там свадеб, например, было, да, ну, блин, мне деньги зарабатывать надо. Вот, как раз на ноут деньги собирал, как бы, ну, деньги всегда полезно собирать. Деньги вообще полезно собирать. Да, да. Складывать их, бумажечки можно разложить, кутюры. Потом раздавать кому-нибудь. Ой, полезно. Да, очень полезно. Этих людей всегда больше, чем людей, которые тебе эти бумажечки дают. Да, да, это противно, это очень обидно. Как что-то поменять. Вот это тоже, знаешь, то, что раздражает кому-нибудь. Вот это... Что-то я тогда, короче, не особо был готов, а сейчас я уже что-то... Чувствую, что готов. Ну, ща бы я, да, ща у меня времени побольше, я бы... Ну, то есть, если у меня время есть, я бы сразу соглашался на такие проблемы. В принципе, я тут недавно понял, то, что для меня, типа, там, профессия именно как фолк-звукорюсёра, то есть именно, который на концерте звук отстраивает в зале, это вообще очень круто. Ну, потому что, ну, именно в плане даже, знаешь, точки точки зрения, именно как работы, деньги зарабатывать, потому что очень... Ну, ты занимаешься, вот, ты почти артист, короче, знаешь, вот, 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 на дорогих мероприятиях, вот я всяких походил, да, и вот там всегда к артистам условно особое отношение, а вот сразу после артиста идёт фолк-звукорюш, который, вот, ну, практически бог, типа. То есть ты его, типа, просто так, лучше его, короче, не трогать. Только если, типа, у тебя есть какое-то там дело по нему. Слушай, ну, это всё взаимосвязано, понимаешь? Музыканты, которые в комфорте, они сыграют хорошо. Если их выведут, они не будут гнать, потому что, когда он играет, он ничего не слышит, он боится за звук, мы постоянно все переспрашивают, как там в зале, там все, да, нормально, гитара слышно, понимаешь? И от этого уже все выигрывают. И музыканты, и само мероприятие, люди пришли на концерт, послушали, нифига, блин, качают, крутой звук, нам понравилось, и группа нормальнее, чем когда приходите, сидит, звук, говно, вокалист поёт там не в ноте, но причём микрофон там вывален на всю с эхом, зачем нам это вот, да? Да, да, это, типа, ну, это очень важная история, это опять о комфорте, реально, типа, музыканта, в том числе, вот. А ещё что раздражает, вот, хотел сказать, что раздражает, это, например, про организацию. Вот организаторы, зачастую, реально, типа, как крыло творят. Или даже не организаторы, а площадки. И вот, да. Надо донатить! Надо донатить! Деньги шлите все. Была история, в общем, про первую нашу поездку в Москву. Клуб. Хороший. Очень хороший. По аппарату, вообще, прям, я аж удивился, я обомлел, когда посчитал, там, пульт Yamaha CL5. Не часто его, ну, на таком уровне, например, удается встретить. Вот. То есть, и там, акустка, тип, нормальная, всё, всё, короче, хорошо. Аппарат, это, бэклайн заряженный. Вот. Но, и всё было супер. И мы даже с организатором, там, согласовывали тексты, песен, что играть будем, и так далее. Всё согласовали, всё в порядке. Вот. Но, просто, во время чека, вышел, то ли арт-директор, то ли ещё кто-то. Угу. Такой, это какой-то ситамина. И подходит, ну, и ты главный. Ты главный ситамина, да. Подходит к местному зухарю, говорит, так, если ты ещё раз будешь вырубать, так сказать. Ведь вообще этого не должно быть. Вот. Ну, и, как бы, ладно, мы поржали, типа, с этого. Ну, чё, ну, дебил и дебил. Чё с него делать? Вот. А потом случился сам концерт. Ну, и благо, это было тоже такое фестивальное выступление. Там было три, там, по-моему, песни. Вот. И последняя песня как раз была ну, понятно. Вот. Хочу, что она последняя, в принципе. Да, да. Да, это было супер. Вот. И после неё прям реально ребята доигрывают, и нам врубают звук. Чётко. Да, да. И я смотрю на пультовую, там стоит этот, как раз, арт-директор, который там про сатанизм вещал. Вот. С рогами такой вот. Да, да, да. В тёмной накидке. Да, да, да. В плаще с косой. Вот. И я стою, смотрю на него, подхожу к Марсу и говорю, слушай, ну, типа, вот. А они там уже собирались, как бы, рэп-этэкал ещё играть, типа, четвёртую, потому что была возможность. Ну, в общем, я подхожу, говорю, слушай, нам вырубили звук, типа. Говорит, ну, скажи, это микрофон. Наклоняет мне микрофон. Я открываю всё обратно. Говорю, нам вырубили звук. Чувак снова вырубает. У вас такая вот дуэль, да? Ну, типа того, да. Но я потом к звукарю подошёл, как бы извинился перед ним, говорю, слушай, ну, типа, ребят, ты тоже пойми. Он тоже передо мной извинился. Я сам понимаю, да? Да, типа, ну, он говорит, ты меня пойми, я б сам, типа, не вырубал. Ну, просто, вот, типа, мой начальник стоит, говорит, всё, вырубали. Ну, вот, мы друг друга поняли, как бы, то есть, конфликта какого-то с тех персоналом не было. Ну, знаешь, типа, на одном языке просто разговариваем, типа, нам другу понятно, типа. А вот этот вот чел, ну, какой-то чертил и, типа, непонятно немножечко. Ну, типа, зачем ему это, как бы, было нужно? То есть, мы же с организатором согласовывали тексты, песен, и вот это вот всё, то есть, ну, ты, типа, дурачок, что ли? Ну, тебе всё и так предоставили заранее, блин. Ну, ты, типа, зачем ты тогда это требуешь, типа, если этого нет? Ну, то есть, всё, типа, если артист выпущен на сцену, и текст согласован, какие вообще вопросы могут быть во время выступления? Какой сатанизм? Ты его сам уже пропустил, типа, всё. Да, типа, ну, не знаю. Вот это, вот такие вот моменты реально бесят. Ну, вот второй раз мы в Москву ездили, значит, что-нибудь не съездим в Москву, всё говно какое-то. Второй раз мы съездили, вот там реально по оборудованию, типа, было всё ужасно. Там площадка, в которой, короче, там тоже вот эта вот сборная солянка из акустики, типа, разный непонятный, туалет, как бы, войти в туалет со сцены только можно. Вот. И в зале получается огромная скейтерская рампа. Сейчас, наверное, многие, кто в теме, они поняли, что это площадка, как бы. Вот. И эта рампа, она очень сильно, я так понял, резонирует. И то есть на чеке, я стою один на этой рампе, и прям баса дофига, я прям такой, о, классно, всё здорово, да. А потом пришли люди, встали, там даже, ну, сколько человек, не так, чтобы прям дофига пришло народу, да, ну, вот сколько пришло. Слушай, это всегда мне интересует, как ты, ну, типа, справляешься уже потом по месту, потому что на чеке отстраивать нет людей, а потом всё это мясо заполнилось пьяным. Ну, или не просто не пьяным, но звук-то уже другой. Да, по факту. Так это у всех так, да. То есть первая песня нет-нет, да хромает всё равно. Да, да, а это, ну, как бы, ну, это нормально, типа. Ну, то есть в этом нет ничего такого. Ну, у нас вообще стабильная эта история, как бы, мы к этому даже более-менее привыкли. Я, по крайней мере, не нашёл для себя какого-то метода, чтобы это прям победить окончательно. Ну, как бы, наверное, это и нельзя, типа, это не получится. Ну, только если, знаешь, если уже, типа, там, постоянно туры катать, вот как вот, короче, у топовых артистов, вот, наверное, тогда да, тогда это сработает в плане того, что ты постоянно туры катаешь, тебя прокаты обслуживают, как бы, и всё, тебе, то есть, ты говоришь, мне нужен, там, пульт диджико, всё, тебе приводят этот пульт, ты загружаешь на него свою сцену, всё, она у тебя такая же, как на всех концертах. А как вообще с прокатами у нас обстоят дела сейчас? Ну, понятно, не на топовом уровне, а если, ну, на уровне, вот, средних групп. На средних групп, а вообще о чём речь? Ну, типа, никаких прокатов нет у нас для средних клубов. В прокате можно взять всё, типа, нас, ну, во многих городах есть очень, ну, почти всё, типа, что нужно, как бы, на выступление, оно там есть. Просто вопрос, ну, финансовый, как всегда, потому что, ну, кто это оплатит? У нас средняя группа, понятие, это, ну, по сути, очень бедная группа, которая ничего не зарабатывает. Хорошо, если оплачивается, окупается дорога. Да, это уже неплохо. Если ты окупается, хотя бы, там, вот, дорога-аренда, типа, это уже неплохо. Не, понятно, есть, там, исключения, типа, да, и они существуют, и в том числе у нас, ну, их немного. Ну, то есть, насколько я понимаю, с высоты моего опыта, моего знания, да, всё-таки у нас средняя группа, это про выживание, как бы, а не про жизнь. Поэтому ты приезжаешь, типа, играешь на том, что есть. Да, есть, типа, чуваки, да, которые, там, знаешь, вот в этот, вот, как раз в клуб, который закрылся, который, на который облаву устраивали. Они, я там просто, типа, какое-то время, ну, периодически строили концерты, вот, и они туда пришли, вообще, на фестиваль, солянку, там было пять групп, и они туда притащили свой пульт X32, у них там ушные мониторинги были, вот это вот всё. Я на них посмотрел, ну, как бы, да, круто, здорово, типа, а зачем? Вы же, типа, всё равно сыграли перед теми же десятью людьми, типа, как бы, смысл, типа, тебя на десять человек это тащить? Не, конечно, можешь потратить на это свои деньги, мне кажется, лучше потратить деньги на другое. Ну, это уже больше для себя, скажем. так, да, потому что, наверное, да, потешить. Ну, типа, да, типа ты профессионал. Вообще, ты, ну, на каких концертах был, чтоб прям, ну, может, своих кумиров, и где звук тебя прям прокачал? Ну, может быть, в России, или ты, может быть, куда-то ездил, и ты такой, блин, нехренеть себе, вот этот звук дядя отстроил, вот это вообще они делают вещи, как они это делают? Я могу сказать, во-первых, ну, конечно, я был вот на этом концерте, ну, не на этом, ну, не на этом, не на этом, прямо, ну, вот на концерте этих ребят. А где, в Питере? Да, в Питере. Я был в Ледовом в 12-м году, и в, что там снесли у нас? СКК? По-моему, да. СКК. Вот, СКК в 18-м году. Я был на Тубурге. Тубург. А, Петровский. Да, Петровский. Ну, мне почему-то в плане звука не очень понравилось. Вот. Потому что, скорее всего, как я могу предполагать, то, что стадион открытый, может быть, там как-то звук рассеялся, может быть, то, что народу не было заполнено. Ну, понимаешь, когда ты слушаешь Продиджи, ты у себя на колонках, или там, мне кажется, даже в клубе было бы круче, да, какой-то мод, чтобы тебя вот эта коробка тебя забивала в Продиджи. Ну, мод, нормальный клуб, ребят. Мне нравится. Ну да, прикольно. Вот, я имею в виду, ты не ожидаешь, чтобы меня просто разносило там звук. А я как бы, ну... Слушай, я не очень прокачал. Энергетика, да, они крутые. Ты смотришь это вживую. Я ещё застал Кейт Фринт. Я рад, что я... Это вообще... То, что я успел, да. Но по звуку я не скажу, что мне вот именно на стадионе именно понравился звук. В общем, это как-то больше, наверное, в клубах нравится звук. Слушай, короче, у них, типа, вообще, вот я хотел сказать, это не то, что это талон, как бы, как надо строить звук. Короче, каждый свой концерт они заваливают сабами вообще просто... Такое ощущение, что они из всего города их высасывают. Потому что... Ну, вот оказалось, например, то, что в Ледовый, типа, на концерт Продиджи довозили сабы из А2, которые там стоят, как бы, стоят. Больше! Мало! Каждый раз, да. И каждый раз ты приходишь и такой, господи, я ничего не слышу. Я вообще ничего не слышу, кроме низа. Просто меня сдувает вот этой вот волной сабов. Всё, ничего больше нет. И это каждый раз такой завал прям происходит. Я первый раз сходил, я думал, блин, странно, наверное, Ледовый, типа, Ледовый косячник. Вроде же нормально. А потом в 18-м году я сходил, я услышал абсолютно точно то же самое. И понял, ааа, это всё-таки... Да, это ребята угорают так. Причём, если ты отходишь, типа, подальше, именно к дальнему концу зала, там более-менее ещё можно существовать. А вот в центре там просто месиво, но там, видимо, на это и расчёт, чтобы люди вот так вот, типа, делали вот везде, где только... Ну, на Петровском не так было, конечно. Нет? Нет. Я хотел туда сходить. По-моему, даже... Там ещё видишь, какая проблема была, что, как я сейчас это помню, но, может быть, если бы я был совсем сильно пьян, прям, вот, очень сильно, там единственное, что можно было, это Тубург покупать. И там были километровые, блин, очереди за этой бутылочке. Плюс стадион открытый, там шёл дождь, и там это было 4 часа, по-моему, что ли, это было... Там был Холливуд Антет, там был Ляпис Трубецкой, там, то есть... Идиант тоже? Да, 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 да. Вот они, кстати, мне понравились очень хорошо. Звук тут у них очень хорошо прокачивал. И вот Продиджи, по-моему, это были последние, ну, как 2 лет. Я имею в виду, может быть, из-за этого уже и у тебя настроение, потому что под дождем 4 часа, чтобы бутылочку выпить пиво, ты стоишь в очереди, там, всё это, знаешь, в грязи. Ну, причём это, знаешь, как бы, одно дело, когда дождик, если ты где-то, там, не знаю, в Турции, там, где ты находишься, где тепло, там, все в грязи купаются и весело, но когда ты в Питере, дождик, и у тебя уже мокрые ноги, и там уже на стадионе наполовину, наверное, где-то заполнен, где-то там все уже сидят, половина, знаешь, надо идти, да, поэтому где-то так. Хотя сверху там прям вот прикольно, когда вот эту вот историю всех сажают, да, и потом вот это, вот это я помню, я причём помню, ходил с чуваком, который, ну, больше там, диджеев слушает, сядь, ну, тесто, там, вот, вот эта история. Саня, если ты смотришь, ты, наверное, вспомнишь этот момент, я ему говорю, садись. Он говорит, зачем? Я говорю, так надо, потом встанем. Он, типа, зачем садиться, если мы потом встанем? Я говорю, просто не спрашивай, мы должны сесть, сейчас все присядут, и когда чувак скажет прыгать, мы, типа, прыгнем. Вот этот прикол, когда ты человеку объясняешь, садись, так нужно, нужно посидеть, чтобы потом прыгнуть, встать будет круто. Слушай, я помню, где-то на каком-то концерте было, короче, весь зал присел, по-моему, это и на Таршкаре были, какой-то там один из, на которых я был, вот, и там весь зал присел, и два чувака посреди зала стоят и не садятся, и им говорят, да висядьте вы уже, типа, чё вы, они стоят такие, типа, да я им такие, нет, им не буду. Вот, им кто-то крик там, ну вы хоть за ручки педики возьмитесь! Короче, да, забавно. Ну я не знаю, блин, чё. Это шикаре крутые, я был в А2, был классный концерт. А в каком году, в каком году? Ну это было, наверное, лет уже 7 назад. Ну, может поменьше, на 15-16, где-то там, да? Где-то, где-то, по-моему, так, я ещё помню, но я прикреплю видос, может быть, включу. Ну а уже, кстати, они еще, они еще пели... А, да. Может быть, это был? А, может быть это был? А, может это был? Это, может быть так да. Да, я был. Да, вот это те, да. Это классный концерт было. Да, да, это, по-моему, второй был, на котором я был. На первом я просто, сознание потерял. Себе кто-то это был с лэм или ли? Да нет, там вообще история была То, что я на него приехал Из Ленобласти Ты считал силы? Ну, типа того, да, на 6-часовом автобусе я ехал Так, в общем, случилось, короче И причём я его проспал Я должен был приехать, немножко отдохнуть И пойти на концерт А в итоге получилось, что я приехал и сразу с автобуса На концерт пошёл В какой-то момент думаю, блин, надо пойти попить водички А я на тот момент знал, где там Секретные места, где можно водички набрать Про которые мало кто знает Но я, типа, про него знал Я собирался туда пойти И я, как бы, ехал на этот концерт Изначально я... Тогда как раз эти у них только синглы Вы хотели Red Race, Radiate Вот это вот всё И я прям очень хотел Red Race Вот прям на концерте Вот мне прям, ну, классный трек Типа я прям хотел, типа, вообще В самый замес под него влететь И я думаю, надо пойти попить водички Вот И Раути говорит со стороны А сейчас, типа, мы будем петь Red Race И я такой... Попил водички Удачи Я прям, да, врываюсь за местом Слэм Я помню, меня кто-то толкает Я падаю и думаю Это всё, это конец И водички не попил как следует Да! Вот И, короче, дальше я просто половину концерта не помню А потом я просто, ну, как бы... Тебя там не затоптали? Всё нормально? А я не знаю, что происходило Я, типа, понимаешь, я, видимо, упал Я, видимо, после этого поднялся Ещё на каких-то, знаешь, на рефлексах, типа, существовал В режиме робота, типа, знаешь Просто на постоянном замесе Я так, типа, песни, наверное, три пробыл А потом, типа, меня уронили уже окончательно И меня уже подобрали, как бы, и несли Я прям помню, я просыпаюсь, типа Ноги ватные, знаешь, типа, встать не получается Меня там, это, посадили, типа, водички мне попить дали Вот, я посидел, дальше пошёл там Подошёл к тебе знакомый, с которым я был Давно меня не было? Долго меня не было? Долго меня не было? Ну, типа, да, довольно долго Я такой, ну, я там в обморок упал Да, ребята, так что будете сглымиться Если у вас нет опыта Пейте водичку Аккуратнее Пейте водичку на концерте Это важные полезные В принципе, воду пить, это хорошо Слушай, ну, а что, продиджит, это хорошо всё А именно что-то гитарное А, гитарное? Ну, еще и, ну, Минтер Шикарий, ты сказал Какие еще? Слушай, вот, реально, из гитар, я на гитарных, типа, не так часто, чтобы прям был Вот концерт, который меня прям впечатлил до глубины души И в плане, и там звук Ну, то есть, я пришёл уже, это было в 19-м году Это был Chemical Brothers Вот это вот вообще, вот прям всё идеально Типа, вот, ну, в плане, то есть, я не знаю Ну, то есть, даже говорить тут, я не знаю, почему я начал об этом говорить Ну, типа, технически этот концерт, ну, просто, типа, произведение искусства А в плане, типа, того, что там, как бы, того, что там происходит Ну, я, в общем, типа, потом просто год, каждый день пересматривал практически целиком этот концерт Типа, очень меня впечатлило Вот, и я что-то вообще прям очень сильно заболел этой историей И меня еще месяца два, я потом, типа, хочу ещё, типа, всё Я не знал, что делать, как жить дальше, типа Потому что, я понимаю... Прикрепим ссылочку на видосы, если он здесь, да, из концерта Есть, есть, там, да, там два видоса, две части Вот, это, типа Я прям, ну, как бы, этот... Я понимаю, что они к нам ездят нечасто В прошлый раз, то есть, они были в одиннадцатом, теперь в девятнадцатом, как бы И вот, ну, я ещё столько не выдержу Сердечек-то, я уже умру к тому моменту Я бы, конечно, ещё съездил куда-нибудь в Европу Типа, на него, ну, как бы, если будет возможность, я обязательно поеду Потому что это прям, это прям очень здорово Это, ну, наверное, из всех концертов, вот, на которых я был Этот меня впечатлил больше всего Ну, типа, понятно, я там, вроде же в девятнадцатом году, да, когда мне там было, сколько, пятнадцать лет Ну, это тогда все самые сильные впечатления Да, да, вот, вот, да, и, как бы, вот, пятнадцать лет, вроде, да, при этом, вот, я пошёл на Интершек, ой, фу, на Chemical Brothers Мне уже там сколько было, двадцать один, наверное Вот, и вот настолько вот меня впечатлило, то, что я просто, типа, у меня в голову это не помещалось Как это всё происходит, ну, там просто восторг, щенячий Chemical Brothers, это очень круто, ну, как бы, у меня в итоге две любимых группы, и получается то, что это Prodigy и Chemical Brothers Наша, наша сцена, как, ой, наша сцена, ну, как, кто-то хорошо делает, как-то, на твой вкус Не будем говорить, всё-таки музыка-то это вещь субъективная, по большей части Ну, да, да, субъективная Ну, да, 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 ну, мы, типа, старались, да, чтобы не говорили Из всех групп, ну, вот, наверное, ну, кроме, понятно, тех, которыми, как бы, непосредственно, Blizzard Ну, понятно, Beban, естественно, да, не просто так это сотрудничество началось Очень надеюсь, что получится круто сделать в Soundtabi Вот, тоже, блин, прикольные ребята Вот, знаешь, вот, играли тоже с ними совместные концерты Вот, Beban, Soundtabi, да, ласточки Блин, я стою, сотрю, как бы, понимаешь, что, типа, узло, ну, просто классное, типа Ну, вот, прям, здорово, типа, очень интересно, как бы, вот, именно, знаешь, интересно, прям, такое слушать Но, просто, вот, люди вокруг, они, вот, пришли на Beban, они, ну, в плане, типа, не пытающие кого-то оскорбить, да? Ну, слушай, ну, это всегда тяжело Да, они пришли, они пришли, как бы, на одно, типа, а тут им, вот, ну, да, да, что-то другое, как бы, дают И я понимаю, блин, вот, типа, ну, было бы круто, конечно, знаешь, посетить их в концерт, например, там, ну, когда, типа, все бы на них, условно, пришли Вот, конкретно на них, прям, зная, типа, там, знаешь, вот, я бы, прям, очень порадовался Вот, а так, типа, из известных групп, да, это, наверное, наркотики Очень, типа, классно, ребята, мне очень нравились, особенно в свое время, типа, да и сейчас тоже, типа, там, какие-то вещи у них Да, 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 ну, трек я помню Да, конечно, в 11-м году они там распались Наверное, еще я могу выделить для себя песню смысловых галлюцинаций «Вечно молодой», «Вечно пьяный», ну, понятно Мне всегда нравится Ну, понятно, типа, да Мне вообще понравился, знаешь, саксофон Обычно мне как-то этот инструмент, ну, я его всегда ассоциировал с каким-то джазом, да, но вот, когда вот именно у них Я такой, блин, как круто звучит, да, какой крутой, да, блин, это очень круто Это еще 7 штук баксов, да, чуваки там тоже, я помню, у них саксофон был тоже интересно, так, вплетался были, были какие-то эти Поэтому, да, ну, смысловые галлюцинации, это, конечно, вещи молодой песни, когда Ну, то есть, вот, смотри, я вот назвал тебе группы, да, наркотики, типа, и, там, смысловые галлюцинации, они, ну, по сути, не русские же, но есть Ты имеешь в виду музыкальные музыкальные Да, они на русском языке, как бы, ну, блин, типа, ну, другое в них совсем звучит, то есть, типа, звучит не то, что у нас обычно, как бы, присуще, там, да, нашей музыке Вот, и поэтому они мне нравятся, у меня, как бы, все-таки, ближе, какая-то другая история То есть, я, типа, поэтому по русским группам я никогда особо не увлекался Да, я могу сказать, блин, Зимфира, это обалдеть, это очень круто Опять же, кстати, опять же, это ж, типа, вот она, как бы, ну, насколько ее можно сказать, назвать ее русским артистом Типа, перестала работать именно с русскими музыкантами, потому что они там очень многие ленивые И с русскими звукорюссерами, соответственно, тоже Ну, концерт их она оплачивала, там, чтобы с ней работал этот звукарь-то Майорка Тоже, она, короче, в этом плане, она очень запаривается, поэтому, конечно, ну, как минимум за этого, можно сказать, ну, эту типучку Ну, и плюс вот этот вот альбом Borderline, я его послушал и, типа, прям, да, это здорово Вот, особенно даже, как он звучит, например, он так, ну, необычно звучит В плане то, что там очень много, там, воздуха какого-то То есть там вот именно такой-то Мне интересно, последние альбомы вообще, именно, вот, немного, вообще поменялось Да, да, да Ну, русские группы, это, конечно, хорошо И любовь к ним Да, да, особенная русская любовь к русским группам И, как ни странно, Бибан, то все-таки русская любовь Слушай, ну, да, да, есть такое Чего хотел спросить, давай-ка презентуй что-нибудь новенькое, чтобы мы чего-нибудь пождали Ну, помимо Бибан, что у нас, что нам ждать от тебя, может быть Ну, или расскажи про Бибан, что будет, когда это выйдет Пацаны-то не говорят, они все Будет, будет, ждите А я ничего не буду говорить Ты, наверное, там, финальное звено Изначально был план сделать, выпускать музыку именно синглами И, как бы, был как раз первый сингл И следующим, там, должен был, там, стать еще один трек и так далее И, как бы, план был такой, как бы, по синглам выпускать В общем, потом что-то посмотрели, там, в принципе, ситуация с синглами существовала Рынки в тот момент и в целом, как бы, все такое И, как, вот, непосредственно разошелся Ну, и, в общем, что-то решили, короче, то, что, наверное, стоит уже делать альбом Ну, и, в общем, что-то как-то стали дальше его сводить Еще там дозаписали, еще дозаписали, потом еще дозаписали Ну, в общем, просто очень много всего стали доделывать, дозаписывать Вот, естественно, в итоге альбом разросся, да, от таких, типа, довольно больших масштабов Вот, ну, плюс еще, типа, вот Короче, жирный релиз нас ожидает Да, да, ну, по идее, да Короче, есть такая, знаешь, история Замечательная То, что каждый раз, вот, например, сделаешь какой-нибудь альбом Да, и потом, типа, через месяц его слушаешь и такой Да ты это плохо сделал Вот, в этот раз, что-то, короче, мне не хочется, чтобы так было Понятно, что, наверное, все равно так будет Но очень не хочется, как бы, и поэтому Хотя бы быть довольным на максимум То есть процентов на 85 Хотя бы, да, хотя бы, там, типа, не месяц, но, типа, ну, полтора Продержаться, чтобы, да, от критики удержаться от какой-то Что-то получилось его реально очень круто напилить Очень круто сделать В плане, там, и по записи И, там, по тому, как мы это сделали То есть даже уже, там, например, как звучит Да, это уже Не особо актуальная картинка Вот, плюс к тому Ну, много, короче, технических каких-то мелочей, деталей Вот, и, типа, много чего, как бы, я научился делать, да Типа, там, в процессе, как бы, поняли Чего лучше, чего к чему Короче, реально круто звучит Мне, в общем, это нравится Мне, в общем, доставляет от удовольствия Знаешь, у меня, типа, там, на компе лежат эти некоторые файлы, да Я их иногда переслушиваю Такой, блин, ну, это норм вообще Это, типа, норм Это меня устраивает, да Ну, вот только я знаю, да, вот это вот есть косяк И, там, еще мы недавно, там, я случайно один косяк обнаружил Вот, и Тоже, типа, ставим сейчас с этим Пытаемся побороться Ну, там, смысл, коротко, есть Что в том, что У нас дома колонки, типа, небольшие, да Вот, а большие колонки ведут тебя иначе Вот, я что-то на работе, там, поставил систему Ну, вот эту вот Под корпоратив Подготовил, ну, не под корпоратив Под выступление группы подготовил Вот, и надо было ее отчекать И, ну, просто послушать Время как раз было дофигать И, по-моему, послушать Ну, я поставил, что-то, что я там нас водил Вот, и услышал то, что, типа, вот он на телефоне Микс классно звучит А вот на этих колонках прям все разваливается Слушай, да Это вот такая же проблема Ты же не можешь, прям, понять, как и на телефоне И на колонках Да, не, можно, на самом деле, понять Просто, типа, вопрос, что нужно Мониторинг иметь, что ты Большими колонками, а то Ты как вообще сводишь Как ты именно в монитору Или в ушах ты делаешь Или за шинами И монитору, и уши Ну, то есть, нет чего-то одного Чему ты больше доверяешь А этого не может, в принципе, быть Потому что, ну, даже, например, на больших крупных студиях Да, там, забрали вот какой-нибудь из людей Там никогда ни на одной студии Не будет одной пары мониторов То есть, ну, это, типа, это Ну, в плане на нормальной студии Понятно, там, у рэперов Как бы, можно, без мониторов Обойтись вообще Вот, этот А там всегда это будут Мониторы ближнего поля И мониторы, там, среднего или дальнего поля Как минимум Вот, то есть, например На Гороховой, да, на которой мы постоянно работаем Там три пары мониторов Там, то есть Ну, сейчас там стоит КРК-6000 Ну, обычно, там Ямахи NS10 Ну, классика Здесь, типа Вот, плюс там и стоят Адамы AX7 Или A7X А7X, да Тоже, ну, такие Они классные Типа ближнего поля Но просто, типа, маленький монитор Ну, по размерам, который маленький Динамик, типа, небольшой Он не может низкие частоты Адекватно воспроизводить Ну, физика, как бы Процесса, она вот такая Типа, поэтому нужно, как бы, монитор дальнего поля Чтобы вот они Постоять Чтобы они и сами побольше были И стояли подальше И чтобы низкие частоты успевали Как бы адекватно раскрыться И распроизвестись И все такое Вот, и поэтому Там на Гороховой Как раз стоят еще ПМС-шки Большие, такие стены Вделанные На них как раз получилось Сделать так, чтобы низ собрался И не размазывал все в кашу На больших колонках То есть, типа Ну, вот с басом тоже Такая история Поработать Да, да Сделать, чтобы его жирненький И считаемый И чем, чтобы его хватало Даже речь не столько про басами Насколько про нижние частоты Потому что что-то может просто там гудеть А дома ты этого не услышишь Потому что наушники Они, понятно, маленькие Мониторы, они, ну, понятно Тоже, типа, небольшие Вот А так дома у меня стоят Мониторы Ну, там, условно Дешевого сегмента И наушники я взял себе Прям, ну, прикольные Типа, которые Меня устраивают По крайней мере Бердинамики 1990-е И прям с ними стало Веселее жить Намного Потому что Очень много Вот этой вот точности Знаешь Как хирурга Прям появилось Типа, вот То, что можно Прям, типа Ну, ты же Врач Да, да Ты не зря учился Вот и тебе Так, ну, с Бибром Все понятно Мы ждем Жирнющий Релиз Оценим Твои старания Спасибо Ну, и ждем Еще каких-то групп Послушать Да Какие у тебя Ну, вот я Типа, когда мы начнем Очень хочу Потому что у них Очень классно Интересно Мне очень нравится Такая Своеобразная Немножко необычная Типа, но очень прикольная Ну, в общем Ребята Обращайтесь к Юре Если нужно будет Что-то вам записать Что-то свести Что-то сделать Крутое Может быть Отстроить ваш звук Чтобы вы блистали На концерте И все сказали Вау Что за звук Что за маэстро Звук Он вам его сделал Дайте номерок А вы им такие Вот Опа И наклейку Наклеечка А тебе отвечают Дурак Номер дай Вот В общем Что, Юр Спасибо Тебе спасибо Что пришел Спасибо, что позвал Очень интересно было Мне очень понравилось Прям Сидишь, болтаешь Давай, Дени Здорово День